Добро пожаловать на мой канал! Спасибо и приятного просмотра! Привет! Это Пленка. У нас в гостях Алексей Герман. Говорим про фильм «Воздух» и про все, что получится дальше. Алексей, здравствуйте. Здрасте. Мы посмотрели «Воздух». «Воздух» и «Мальчик» словно сам за аниме новомодного. Ну, само собой, само собой. Буквально недавно, на неделе, изначально этот фильм произвел на нас впечатление, не вполне однозначно, но чем дольше мы находились, я уже об этом успел сказать, наедине со своими мыслями об этом фильме, тем больше о том... Хороший фильм, кстати говоря. К слову, вообще, если шуточки и прочее убрать, фильм отличный, всем рекомендую его глянуть, круто сделанный и с интересным повествованием. Да, есть некоторые недостатки, как по мне, может быть, это связано в том числе из-за того, что пытались масштабно показать «Великую Отечественную войну» во всех ее ипостасях, сеттингах, локациях, и это получилось, но получилось не до конца. Но там воздушные сцены и прочее. И местами мне не очень нравится актерская игра, но местами. А в целом интересная такая же многоголосица и круговорот событий, которые свойственны и Герману-старшему, и у младшего что-то подобное присутствует. Мне очень было так же понравилось то, что решили снимать с небольшой глубиной резкости, поэтому фаны у него в размытии. Не то чтобы это как бы ошибка, да, но мне это не нравится, хотя хочется больше глубины, чтобы все действия увидите, хотя он так же делает и в других своих фильмах. Вот погнали, короче. Начинал нас как-то пробирать, и нам нравится, потому что мы коллективно в итоге пришли к решению, что это не столько фильм о войне, и вообще не военный блокбастер, как это по понятным причинам продвигается, чтобы люди шли на этот фильм, а это скорее такой фильм-притча, который просто упакован в оболочку фильма. Ой, начинает этот фильм-притча. О войне, где война, в принципе, не так уж и важна, где война — это антураж, как мне, по крайней мере, показалось. Об этом мы еще подробно поговорим, но сначала я хотел бы несколько более общий вопрос задать. У вас под электрическими облаками, по-моему, начинается со слов про то, что с монолога героя, о том, что лишние люди во все времена двигают мир. Но во все времена были, да и есть люди, которых когда-то называли людьми лишними. Просто люди. Не хуже и не лучше других. Тоже смотрел даже в кинотеатре под электрическими облаками, потом пересматривали в «Дискорде», по-моему, его фильмы, своеобразной атмосферой такой, про «Конец света». Их часто не любят, объединяют по тому или иному признаку. Но ведь как-то так устроено, что ничего в мире без этих лишних людей не происходит. Без них не может быть картины мира, страны и времени. Можно ли сказать, что «Воздух» — это тоже фильм о лишнем человеке? Какой сложный вопрос. Слушайте, ну, я же человек, так сказать, истинно трагического мировосприятия. Безусловно. Конечно. Конечно, улыбка не мое. Поэтому, ну как? Слушайте, ну мы все в какой-то момент лишние ведь, да? Каждый человек какой-то... Нет, я не лишний. Я очень нужный. Вот как мы сегодня выяснили, опять же, что контента про кино крайне мало вообще. В Ютьюбе ничего хорошего не выходит. И только мои стримы, понимаете, как фонарь, не знаю, как маяк чего-то хорошего, хорошего вкуса, хорошего настроения, хорошего киноанализа. Вот он присутствует, и сюда, подобно мотылькам, мотылькам, отсюда, отовсюду люди просто сходятся. Так что я не лишний, очень важный. Я выполняю целого рода эффект. Не эффект, а являюсь лампочкой, на которую все слетаются. Мамент лишний. Кто-то чаще, кто-то реже. Вот если я сегодня бы не завел бы, что бы тогда? Кого бы смотрели? Тот же. Вот и думайте. Вот и думайте. Так, идем дальше. Кто-то по одной причине, кто-то по другой причине, кто-то по причине просто внутреннего устройства, как бы несовпадения каких-то мыслей. Поэтому, не знаю, наверное, воздух по какой-то индивидуальности. Воздух вообще, на самом деле, конечно, такое произведение планировалось поэтически-эмоциональное. Поэтому, наверное, да. Ну, это его поэтически-эмоциональная составляющая тоже, в принципе, можно сказать. Мне кажется, что вы так или иначе по своей визуальной поэтике всегда находитесь в рамках какого-то одного набора образов. Ну, наверное, последние три фильма это тоже объединяет в какой-то мере. Про обязательно существующий в кадре пляж северный около Холодного моря, где падает мокрый снег, где он постоянно идет. Я слышу, что ты отметил, что какие-то образы общие, они присутствуют. Вот такая общая атмосфера. Ну, потому что я снимаю в Питере. Мы снимаем в Питере. А почему вы всегда снимаете в Питере? Ну, допустим, воздух мы снимали в Питере по многим причинам. Во-первых, и связаны истории с Ленинградом. Но в том числе и из-за ковида, потому что мы должны были поехать на Волгу, мы должны были поехать под Волгоград, под Саратов и так далее. Нас жутко ударил ковид с точки зрения просто денег. Потому что мы же остановились на ковиде. Мы сняли... Конечно, круто вот эти вот павильонные съемки с АЛЕС-экранами. Там они офигенно просто смотрятся. Очень нейтралистично. Это 40 фильмов. Были декорации, была группа. И потом фигак мы встали. Потому что мы не могли работать с этими правилами совсем. Потом пошла инфляция. И мы какие-то вещи просто вынуждены были перенести в Питер. Поэтому, ну, с одной стороны, с другой стороны, слушайте, ну, да, ну... Мне это нравится. Я как-то живу в Питере. Ну, наверное, там, больше половины времени. Я к этому привык. У меня есть какая-то эмпатия. Вообще, природа Ленинградской области, скажем так, не самая прекрасная, что есть в мире. Это точно, знаете, не Италия и так далее. Сейчас мне, конечно, патриот убьет за это. Но, в принципе, Италия все-таки графичнее. Но, тем не менее, это мое. Я к этому привык. Мне это нравится. Это меня трогает. Мне кажется, вы часто пытаетесь выстроить как раз вот эту индивидуальную поэтику Петербурга. Весь Довлатов, по-моему, это фильм, на самом деле, такой фантазии о Петербурге. Ну, возможно, Ленинграде вашего детства. Не знаю, насколько. Весь Довлатов, ну, он классный визуально. Там есть какие-то визуальные решения. Но там фильм не очень понравился. Тоже его, кстати, видел. Я забыл, что это его фильм. Он там высматривается из того, что... Ну, я же сумасшедший. Сианисты совесть потеряли. Голдомир Ястер. Согласны? Я передам обязательно. Кому? Сианистам. Гуманистам. Что? Абстракционистам. Что? Абстракционистам. Вот расскажите об этом подробнее. Я же больной. Для нормального человека абсолютно неважно, какой, значит, был Ленинград. Условно, не знаю, 1972 или 1984, они, честно говоря, не сильно отличались. С точки зрения цвета домов, с точки зрения вывесок, с точки зрения асфальта, с точки зрения окон. Для нас, Довлатов, вот если вот говорить, как он произошел во многом, это была попытка поехать в прошлое, устроить себе машину времени. Как бы, что мы и сделали. Когда вышел Довлатов, значит, нас, естественно, начали ругать. И слева и справа, одни говорят, что город слишком, слишком какой-то чистый, другие говорят, что слишком грязный и серый. И я в какой-то момент... Санкт-Петербург грязный город, как-то мне туда не езжу постоянно, там как-то не очень, там явно нужно что-то улучшать ЖКХ, как-то его приводить в порядок, нужно, так сказать, собянинский подход к Санкт-Петербургу, чтобы его облагородить. Считаю, мне это раздражает. Ну, это же неприятно же, да? И выхожу на Петроградке из какого-то супермаркета и вижу вот точно такой же серый город, который не изменился на самом деле во многом. Ну, я действительно Питер понимаю больше. Мне в Москве неуютно. Мне Москва как-то слишком новая, слишком такая чистая. Почему люди любят грязь? Мне кажется, наоборот, чистота – это прекрасно. Я не люблю свежепокрашенные здания, чистые здания. Я люблю патину, я люблю какой-то разбитый асфаль. А вы как что любите, господа? Альт вот это вот. А камерность производственного процесса в том смысле, что насколько… Декаденты они, да. Грибы разрушить. Потом так и кажется. Но вообще вот этот вот декаданс в целом какого-то пространства общественного, он ощущается, если смотреть пристроечное кино, там прям все пространство какое-то разбитое, как будто в Советском Союзе вообще за благоустройством не наблюдали, это было как-то не самая вообще важная вещь. Это, конечно, ужасно. И я рад, что живу сейчас в Москве и могу как-то наслаждаться этим благоустройством. И чистым пространством это дорогого стоит. Как я понял, большая часть фильма была снята в Питере. Влияет каким-то образом на то, насколько камерным и закрытым вот в самом себе получается этот фильм? Потому что мне показалось, что несмотря на такое воздушное в прямом смысле название, это фильм часто вот таких клаустрофобических каких-то ситуациях. Это не она, это мальчик, вас приветствую вас, рота свидетельствий. Задумывался как клаустрофобическая история. Он изначально это формулировалось еще 5-6 лет назад. Потому что в воздухе, мы же про воздуху говорим, правильно? Сидит девушка или не девушка, пилот. Самолет наполовину деревянный, больше, чем наполовину. Приветствую, приветствую. На самом деле. Частью тканевый. Перкалит специально обработанная ткань. Это все прошибается одним снарядом. И, конечно, это клаустрофобия. Потому что, с одной стороны, вокруг у тебя какой-то бесконечный трехмерный мир, куда ты можешь полететь, пока хватит топлива. А с другой стороны, ты не можешь сойти с этого самолета. Ты можешь выпрыгнуть, но сойти ты опуститься не можешь. Особенно, когда. То есть, мы изначально, как бы с точки зрения воздушных съемок, мы делали антибракбастер. Что такое условный фильм о войне? И фильм самолетный. Это большое количество компьютерных кадров. Большое количество взрывов. Я даже на этой каналу нашел Верлибры про его сексуальные фантазии. Короче, еще не понял, что это все переоценено. У него есть сексуальные фантазии. Интересно, какие вообще ваша одержимость им меня немного пугает, я бы так сказал. Это зверичный экшен. Это зверичный мультипликационный экшен. Мы пошли ровно от другого. Поэтому да, кустрофобически, наверное. Мне как раз показалось, что в воздухе очень много вот этой сквозной темы невозможного воздухоплавания. Когда вы показываете планы стоящих самолетов, которые как-то закрепещены этими сетками. Когда хочется пролететь. Когда героиня условно перевозит этого ребенка до Ленинграда. И она летит. И хотелось бы, чтобы небо было чистым. Чтобы она просто долетела и села. Потому что он сам присутствует на эксцентральных фантазиях. Окей, окей. У меня сегодня такой сон снился. Не долетает и не садится. Потому что ей не позволяют полетать. И вот в этом смысле, да, это такой фильм о... Как мне показалось, невозможно стерилизовать эту фантазию о том, как планы по воздуху. Ну, видите, вы умнее меня. Это вряд ли. Я так много не копал. А вот потом зрители придут, может быть. И я расскажу. Пока зрителей мало. Так что не думаю, что интересен кому-то этот сон. Если вы зрители все вместе попросят, то, может быть. Может быть, скажу, что эта сказка, этот сон. Знаете, это же история про то, что и небо ленинградское другое. И облачность низкая. И туманы. И то, и все. Мы же привыкли к американским фильмам. Ну, и наших фильмов много. Где все красивое, голубое, с об очками. А на самом деле было не так. А вас самого не расстраивает, что фильм для того, чтобы на него пошли, продавали главным образом, как такой вот... Ну, в лучшем случае Дюнкерк. В худшем случае что-нибудь типа Т-34. Что это такой вот фильм... Потому что если смотришь трейлер, ну, невозможно различить там, к сожалению, фильм, на который ты в итоге идешь. То есть мы шли с опаской, вышли в полную радость. Я поэтому не очень люблю смотреть трейлеры. В целом, люблю, когда вообще в фильме нет никакого ожидания. Ты как бы как из мешка вытаскиваешь что-то вообще непонятное и пытаешься к этому подойти. Вот. Мне кажется, такой подход самый вообще интересный к потреблению киноконтента. В целом, выйдя на фильм Германа, я ожидал фильм Германа младшего, поэтому мне, конечно, воздух в кинозале, когда я пошел, меня не удивил. То есть видя его до этого фильм «Довлатова», видя его до этого фильм «Под электрическими облаками», смотря до этого его фильм «Дело», я в целом понимал, что там будет. Не любите смотреть трейлеры, любите ставить после аукциона перед фильмом? Ну, мне кажется, тематически очень грамотно и неплохо, когда мне там надо отойти. То есть для чего вообще трейлеры используются? Чтобы, во-первых, пленочки пришли, а во-вторых, ну, я человек такой уже старенький, мне уже надо перекусить, надо еще кофейком закинуться, и поэтому вам, наверное, интереснее смотреть на меняющиеся картинки, чем на статичную музыку, как было раньше. Поэтому это было хорошим решением. И спасибо, там, по-моему, это была... Ну, не помню, чья идея, но, короче, спасибо Евдолюк за то, что он сделал виджет. Для нас это было приятным сюрпризом, но сколько людей это отвело от того, чтобы пойти в кинотеатры и посмотреть вот тот хороший камерный фильм, который там был, который не столько даже, как мне кажется, фильм о войне, сколько фильм Алексея Германа о нем саму. Все правильно, фильм маркетировали. Ну, как бы, я не маркетирую фильм, но фильм маркетировали правильно. Почему? Потому что, допустим, если мы посмотрим статистику, мы увидим, что у нас очень маленький процент зрителей, ну, не маленький, но небольшой, дает Москва и Питер, как ни странно. И у нас основные сборы в значительной степени дают другие города России, в том числе малые города. Питера и Москва нет, потому что очень у многих существует определенная... Это, кстати, видно по... То есть, патриотически настроенные люди, люди, которые действительно готовы оценить русское кино, а не вот из русской глубинки. Вот и думайте. Вообще по сборам всего военного кино... С кем сейчас к военной теме? Конечно. Ну, смотрите, ну, хуже, лучше, но у нас же с точки зрения проката позади «Битва за Севастополь», позади Девятаев, позади Нюренберг, позади очень много фильмов. Я думаю, что вот... Да, фильм кто-то любит, кто-то не любит, но если мы говорим про фестивальное кино, фильм «Воздух» все-таки в значительной степени довольно сложный и с премьерой на крупном международном фестивале, то есть только один фильм в истории постсоветского кино, который с точки зрения сбора присутствует на фестивале класса А. А это фильм Никиты Михалкова. Всех остальных вы обошли. Я считаю, что это достижение для сложного кино. Я считаю, что это хорошо. Ну, а то, что кто-то ожидает... Ну, кстати, «Утомленный солнцем» – отличный фильм. Как бы сквички. Может быть, странно смотрелся бы... Джон Конст, приветствую. Самая большая ошибка – рассказывать сны девушкам. В каком плане? Вы часто девушкам рассказываете свои сны? Что я хотел сказать? Да, про «Утомленный солнцем». Как бы мы не относились уже к позднему Михалкову в виде Цитадели предстояния и «Утомленный солнцем-2», а также «Сибирском целлюльнике». Но все-таки ранний Михалков крайне хорош и «Утомленный солнцем». Отличное высказывание о режиме, о Сталине и прочем. Рекомендую всем посмотреть, кто не видел. Одно от... А кто-то ожидает другое. Ну, что ж тут как бы могу я поделать, понимаете? У нас настолько сейчас внутренние какие-то струны общества, с одной стороны, напряженные, с другой стороны, нет договоренности о том, что такое была Великая Отечественная война. Очень разница отношения. Очень многие забывают про отступление 1941 и про катастрофу 1942 года. Тут ничего не сделаешь, надо к этому относиться нормально. Та же самая история была с Довлатовым, допустим. Потому что Довлатов... Когда вышел Довлатов, мы получили большое количество хейта от имперцев и от демократов. И, кстати, был довольно низкий рейтинг на Кинопоиске, а сейчас я смотрю, он уже 6,6, а был там 5 из чем-то, по-моему. Если возвращаться к воздуху, в смысле... Странно, что вообще рейтинги на Кинопоиске волнуют. Вообще странная вещь. Как бы я скептически не относился к хоррорам, но к хоррорам реально почему-то всегда низкие оценки, какой бы это хоррор ни был. И, видимо, маргинал прав, как это делается. Мне не очень понятна логика, и как люди вообще эти оценки выставляют, на что обращают внимание. Но обычно люди в массе своей ставят высокие оценки достаточно пошлым и жутким фильмам. Ну, жутким не в плане, жутким сами по себе, а жутко простым и ничтожным. Много отличных фильмов на Кинопоиске маленькую оценку ставят. Куча откровенного шахлака получают восьмерки. Да, так оно и есть. Особенно касается всяких не очень сериалов. которые вообще непонятны. Как можно без скуки смотреть? Ну, вот людям нравится. Опять же, кто я, чтобы спорить с общественными вкусами? Их все равно не исправить. Но странно, что Герман смотрит на оценки своих фильмов. Вот таких референсов, вроде фильмов о войне, которые при этом не говорят тем привычным языком, языком героизации, наверное, который существует. Ну, значит, какими красной линиями. С таким языком безупречно чистым. Красная линия. На что вы ориентировались. Может быть, какие были референсы, или просто что вам близко из того, что существует. Потому что мы, например, когда посмотрели, спустя время как-то не сговаривая, сошлись во мнении, что впечатление очень похоже на 19-17. Что ты точно так же его смотришь в моменте... Как-то не до конца догоняешь этот фильм. Я, по-моему, не смотрел 19-17. Относительно приятное впечатление. А потом он раскрывается спустя время, потому что ты начинаешь через призму его мифологии это воспринимать. Потому что 19-17 – это такое путешествие в мир божественной комедии. Это, по сути, Данте. А у вас, как нам показалось, это такая вполне христианская притча. На что вы не то чтобы опирались, но, может быть, ориентировались. Что вам нравится из военного кино, которое нетипично? Сволок, сволочный вопрос. Надо же вспомнить. На 19-17 я, наверное, не ориентировался. Да я, понимаете, вот так в чистом виде не ориентировался ни на что. Может быть, мы смотрели какими-то кусочками, где-то одно удачно, где-то другое удачно. Сами видна ярость, мне кажется. Хотя, опять же, не знаю, насколько сознательный референс. Наверное. Не знаю. Послушайте, не было задачи, что мы хотим идти туда. Ярость – это типа про танк. Они там на танке катаются. И я, по-моему, даже «Хиндетры» смотрел. Запомнились почему-то из этого фильма ярости кадры разрушенной Европы. Почему-то всегда, когда вижу Европу разрушенную войной, населованную, Первой и Второй мировой, мне так очень грустно становится. Не знаю даже почему. Вроде бы я не особо так уж люблю Европу, ее так лелею в себе. Мы, на самом деле, шли куда-то в неизведанное. Мы шли куда-то в попытку внутренне преодолеть, не знаю, насколько это получилось, огромное количество штампов русского военного кино, которое было создано за последние годы. Это в первую очередь что? Да все. Это такая как бы простота, условная простота победы. Это то, что мы не говорим о колоссальных жертвах. Это попытка добиться фотореалистичности. Это попытка добиться совпадения. Потому что мы начали снимать, по-моему, в 19-м году в конце или в начале 20-го. Но, тем не менее, мы же видим мир. Сейчас мир существует, когда ты смотришь на телефоне или на компьютере, ты видишь то, что происходит в мире на полях боевых действий, которых много. Мы говорили, что и тогда, и сейчас очень многие вещи, как человек, борьба, смерть, мужество, страх, отчаяние, победа, поражение. Что и тогда, и сейчас это примерно одно и то же. То есть мы пытались уйти от такой оперы и балета в военном кино. Мы говорили об обыденности смерти. Кто вообще из присутствующих видел, смотрел воздух? Кто ходил на него? Видели вы или нет? Или вообще какие фильмы Германа-младшего смотрели? Если смотрели. Вообще. Мы говорим о неотвратимости. Мы при этом... Это на ком-то, кстати, работает, на ком-то не работает. Здесь 50 человек от восприятия, от всего. Пытались это сделать эмоционально, чтобы человек обвело, вот фильм въехал, и он тебя тащит. Опять же, с кем-то получается, с кем-то не получается. Разные зрители. Понятно, что история выдуманная. Понятно, что не было этих девочек-лечиц на... Ну, как обычно, кстати, по-моему, мы смотрели или не смотрели, не помню, там Клим Саныч, как обычно, разбирает такие фильмы, и там реалистично себя все ругают, что такого не могло быть, бла-бла-бла, неправдоподобно. В общем, да, почему самолеты стоят на пляжу и прочие вещи. Но все-таки, мне кажется... Оля, здравствуйте, приветствую вас. Все-таки, мне кажется, красота картинки, она важнее. И как раз эффект от всего происходящего, он важнее, чем реалистичность. И все-таки кино, особенно игровое, художественное, создано для того, чтобы впечатлять и тешить твои вот эти вот вибрисы визуальные, чтобы тебе было приятно глядеть на картинку в первую очередь. В конфронте, но тем не менее, все остальное, как бы с точки зрения костюмов, которые Лена делала, там Раделмов, которые она строила, Лена художника купила. Кстати, по поводу костюмов, я не очень разбираюсь в костюмах, я не очень понимаю, ну, форме имеется в виду военной, но сказали, там очень правдоподобно, подавился, сказали, очень правдоподобно. У меня знакомый ходил, который больше в этом всем шаре, сказал, очень правдоподобно именно продвижение по службе, изменение званий и прочих, как они там двигались сначала, так сказать, своей карьеры и до конца, и это хорошо сделано, то есть этому уделено время. Значит, с точки зрения аутентичности мира тоже довольно близко, нам приходилось все время делать все грязнее, потому что мы когда сняли первый блок, мы посмотрели материал, оно показалось, что все слишком чистые, потому что глазом нам казалось, что достаточно, а камера что-то не фиксировала, целую работу по изучению грязи проводили. А в смысле выдуманности этой истории, воздух вы воспринимаете, вы закладывали ли метафорическую составляющую этой картины, то есть это метафора или нет, это вот можно воспринимать как притчу, я все понимаю, что все можно воспринимать как все, но насколько для вас это иносказательная история? Слушайте, ну это должен какой-то режиссер говорить, который вот это вот все любит, вот это вот, а я тогда подумаю, я прочел стихотворение, я прочел книгу, то, сё. Надо об этом тоже позаботиться, вот ты делаешь какой-нибудь, что-то снимаешь, и хорошо какой-то миф придумать, чтобы людям было интереснее, без мифа не так себе. Разумеется, мне тут нравится честность и такой честный подход, что я вот не такой глубокий, я просто снял фильм, какую-то историю рассказал, а в этом есть своя тоже какая-то поза и милость, вот, но все-таки я, мне кажется, надо зрителям чем-то подкармливать. Канинэна закладываю. Шкилогеймс, приветствую. Добрый вечер, я тебя знаю, вы фанат Алексея Германа, а сыночка его уважаете в плане фильмографии. Ну, я думаю, что сын еще что-то снимет, еще что-то сделает, пока еще лучшая работа его не снята, не сделана. Вот фильм, который сейчас здесь обсуждается, это фильм «Воздух», он вполне себе ничего такой, он неплохой, но я думаю, это не лучшая его работа, еще лучшая его работа впереди, и это, в целом, интересный автор, хотя и во многом, конечно, его тяжело не сравнивать с отцом, и многие, конечно, приемы он берет у отца, но, говорит, это плохо, опять же. Пусть развивает этот киноязык, эту киноэстетику, тем более, мне кажется, она еще недооценена, и Герман старший еще не понят, так сказать, до конца. Наверное, закладывал. Я просто так не мыслю. Мы мыслили, мы пытались создать через малое о большом, и через большое о малом. Наверное, где-то он метафоричный. У нас не было сценария, а вот сейчас нам надо придумать такую, запердолить метафору, значит. Возможно, проблема в нашем восприятии. Я поясню на примере одной конкретной сцены. Есть сцены, где героиня после того, в принципе, героиня надо начать немного издалека. Вы говорили о том, что надо было фильм загрязнить чуть-чуть. У нас на протяжении всего просмотра оставалось ощущение, что главная героиня какая-то подчеркнута чисто, что вот в ней есть какой-то такой полублаженный элемент. Куда она должна быть грязнее? Нет, она просто несколько отличается по фактуре своей от всего, что вокруг. То есть вокруг... Ну, это может быть правильно, опять же, фактурно выделить главную героиню, чтобы ее можно было различать, чтобы за ней можно было удобнее следить. Это удобно для зрителя, не только когда все похоже. Вот в чем проблема, например, почему мне не понравился запрягнущий долларов, который мы недавно смотрели? В первую очередь тем, что сложно было там ориентироваться в героях, в происходящем, как-то все очень сильно слилось. И вот эта вот фактурность придает тебе, как-то направляет тебя, управляет твоим вниманием, твоим зрением, твоей оптикой. Ты следишь за происходящим, за героем. Которые могли бы быть персонажами фильмов вашего отца, таким на заднем плане. Все там еще такие фактурные лица в смысле того, насколько они подходят обстановке. А она из этого обстановки, как героиня аниме, которую вы, как оказалось, любите смотреть, выбивается несколько, что это выглядит несколько нарочито. Герман младший анимешник. Ну, не знаю. Она становится... Не было этого? Да мне не кажется так. Мне не кажется. Просто надо вообще изучить, посмотреть. Есть же огромное количество фотографий летчиц. А они разные очень. Нам казалось, что она как-то, в общем, близка и внешне, и внутренне. Но я поясню по части метафоричности. Вот есть сцена в середине фильма, где-то, я надеюсь, что все посмотрели в воздух момент, когда слушают эту беседу. Где героиня? Ой, начинается вот это вот извинение за спойлеры. Вообще, не считая спойлеры чем-то ужасным, заспойлерить хороший фильм невозможно. Евангелиста Торецеля приветствую. Глену Фуриоса, просто пушка, бомба топит. Я очень хочу ее пересмотреть и пересмотреть еще предыдущую Дорогу ярости, которая была. Вместе. Фуриоса, да, классный фильм. С точки зрения, опять же, современного кинематографа, он прям засасывает тебя в повествование, хочет следить. Там, конечно, не без провисания, без недочетов, в том числе и графика, не очень это бросается, но в целом не мешает этому фильму быть отличным. Одобреем аниме Селентюм. Правда, он вроде смотрит суперсоевое в духе Наруто и прочего. Сейчас узнаем, что он смотрит. Сейчас мы узнаем, что он смотрит. Я не смотрел это интервью. Сейчас узнаем, что он скажет. Я, как бы, в целом к анимации отношусь хорошо. Не выделяю страну, которая производит анимации. То есть, в любой стране могут произвести хорошую анимацию. Аниме это все-таки просто анимация. Но если говорить про японскую анимацию, в целом, то в ней, как и в любой анимации, есть хорошее, есть плохое. Просто там больше плохого. И это кажется на фоне, что все аниме говно, наверное. По той причине, что это гигантская индустрия, которая из себя изрыгает кучу всего, как и сериальная индустрия, которая тоже кучу всего извлекает. Каждый день на Netflix что-то новое можно посмотреть. И все это, конечно, по качеству не очень. Потому что, когда все ставится на количество, то, соответственно, сложно выдержать рамку. Сложно, чтобы оно соответствовало всегда каким-то стандартам. Но в аниме мне, конечно, больше нравится какой-то полный метр, который выходит обычно более продуманный, более прочувственный. Так что, как-то так. У меня нет такого придятого мнения, что что-то говно, что-то не говно. Не видел Наруто, поэтому ничего сказать не могу. Знаю, что только Наруто — это круто. И все, больше я ничего не знаю. Что-то еще хотел добавить. Закалывает солдата, который пытается ее изнасиловать в церкви. Это происходит на фоне простыней. До этого была боевая сцена, насколько я помню. Там грязь и все такое. А теперь все подчеркнуто чисто. Она в церкви, что еще лишний раз подчеркивает эту чистоту. Вокруг белые простыни. На нее пытается напасть этот человек. Она его убивает. И мы вспоминаем, как это параллельится с моментом, где она пыталась стрелять по немецким самолетам. И выходит. Вот это же метафора? Или нет? Нет. А что это? Давайте. Я вам расскажу. То в предыдущей сцене, она была в Старингваде. Начинается додумывание режиссера. Режиссер начинает прояснять. Здравствуйте, я Уэллс Боннер. Так, конечно. Сидела в воронке, в грязи. Я бы попросил вначале бы все-таки Герман рассказать какую-то свою общую интерпретацию этого. Общий посыл, который он туда хотел заложить. Какие задачи стояли. А потом уже их развивать. А все-таки не пытаться какие-то свои идеи пропихнуть автору. Это странно смотрится. Стоп, это Герман Батша радовался анимешкам в Токио. Да-да, это он. Анки, смерть. То, что вы в телегу скинули тут видосик, это он и есть. Кровь заколола немца большим количеством ударов в живот. Ну, потому что если ты убираешь какого-то ножом, надо много бить. Потому что с одного, ну как? Сказал, я со всем знанием делаю. Я тоже. Вся в крови. Что она должна сделать? Она должна постираться. Где она должна постираться? После того, как она постирается, что она должна сделать? Она должна это все высушить где-то. Она же не может ходить. Почему в церкви? Просто потому что подвернулась? А почему нет? А где? А где? А где еще? Если пойдет мокрый снег в деревне, вне дома, нет, в избе. И так там народу... Я не думал, что это церковь, не церковь. Я просто думал логически, где... Блин, вот такая хорошая интерпретация, а, действительно. Убила человека, замолила, так сказать, постирала душу в церкви, а? А Герман говорит, ничего не было такого, случайно получилось. А так реально хорошо же. Нет, она могла бы, так сказать, все это развесить. Ну, в следующий раз, наверное, надо думать. Я просто поясню. Я вам сейчас расскажу тогда, про что ваш фильм, с моей точки зрения, или про что ваш фильм просто так. А у нас было... Скажи-ка мне, о чем мой фильм? Ну, конечно, странное общение. Друзья, я не говорю от лица коллективного разума. Здесь есть какое-то количество людей, которые работают в видеоредакции. Мы все вместе ходили на фильм, поэтому от нас. У нас было ощущение, что, значит, история, она более или менее такая, библейская и про перерождение. Перерождение происходит в момент, когда с распостертыми руками героиня в единственной экстре-фильме, единственный раз, выбрасывается из самолета и падает, иметь в виду Женя, на парашюте вниз. У нее руки вот так расставлены. И мы такие, ну, понятно, христианская. Она не расставит руки, у нее стропа на парашюте. Это настоящая парашютистка на старом парашюте. Мне кажется, картина Верховена доказывает, что в Робокопе нету христианских отсылок. Да не ходит он там по воде, там просто лужа, там неглубоко. Я ничего не имел в виду. Маргинал поясняет Верховену за Робокопа просто. Сцена происходит у нас перед глазами. Летела в старом историческом костюме и так далее. Это стропы, она подруливает, чтобы не пи***ть туда, куда не надо. Простите меня за мат, за пи***йте. Это не то, что она летела, как Дева Мария. Она летела, она... Такое ощущение. Ну, правильно, ну, парашюты, стропы есть, тянут туда-сюда. Поясняем. Хорошо, дела. Окей, договорились. Есть в фильме странная реплика, где-то вам ее, по-моему, предъявляли. Она тоже часто... Мне постоянно что-то предъявляют. Конечно, часто звучит в трейлере. Что важнее, Родина или человек? Родина. Героиня спрашивает, Родина важнее, чем там моя жизнь? Да-да, они все за Родину, за свою Родину. Мне демократы, значит, в Фейсбуке все припомнили. Ну, так или иначе. И как будто бы для меня, как это интерпретироваться, вот идет этот момент, где героини говорят, что что важнее? Она для себя понимает, что важнее Родина в том плане, что ее вот какая-то персональная миссия, она в этот момент, как во втором сезоне молодого папы в новом папе, Лени Беларда, когда он просыпается, у него есть миссия, он ее выполняет и умирает. И вот она точно так же. В этот момент, когда она падает из самолета, по идее, должна была умереть, потому что все, кого мы видели до этого на экране, когда самолет подбивали, он падал, а она не умерла. Соответственно, у нее есть какая-то задача. И вот потом, когда она как раз закалывает той самой сцене перед церковью немцы, для нас, что это значило? Что в этот момент ее персональный вклад внесен как бы в эту миссию, что дальше миссия для нас экранно, вот этой победы над врагом, она разворачивается и получается победить. Дальше ведь перелом на фронте через какое-то количество времени. И как будто для нас в экранном пространстве с этого начинается этот самый перелом. А что важнее, родина или человек, господа, для вас? И таким образом, вот, вот она миссия героини, а потом она говорит, не хочу лететь, боюсь, страшно мне, боюсь, что разобьюсь. Я не могу лететь. Я не могу лететь. Ну что ты? Что ты? Я не могу лететь. Мне страшно, я не могу лететь. И все равно летит, потому что знаешь, что уже пора умирать. И все, это такая как бы абсолютная притча в этом смысле. Нет? Да может быть, я не знаю. Ну это же фильм про взросление, про обретение жестокости, про нахождение себя в мире и в окружении людей. И понимание, наверное, какого-то мира. Там интересный момент, что у нее же как бы родители, человек, конкретно я. Какой вы эгоист? Там же конкретно еще ситуация с тем, что у нее родители расстреляли за то, что они как бы участвовали в разработке двигателей, их вовремя не поставили по какой-то причине. Вот. И потом она сама понимает, что эти двигатели очень нужны летчикам, чтобы одержать победу. Вот. Там есть, конечно, вот это принятие, в том числе и некоторые, как бы так сказать, людоедкости внутри себя. Как я, в СССР, осознал свою людоедскую натуру. Терю. Про смирение перед смертью. Про свыкание со смертью. Безусловно. Про погружение в новый мир. Про становление нового. Да, когда жизнь лепит из героини немного до другого человека. Здравствуйте, товарищ Кедр Хорси. Приветствую вас. Рад вас видеть. Именно война меняется, армия меняется. Все меняется. И в этом есть какая-то синергетическая поэтика. Для меня, опять же, честно скажу, это во многом фильм про эмпатию. И из эмпатии родившейся. Почему там долгое-долгое-долгое-долгое панорама по лицам, когда поет певица на... Мне показалось, что потому что это означает, что в скором времени все это снова закончится. Потому что это тоже замеченная, не знаю, умышленная или помещенная в фильм деталь про то, что, во-первых, вот эти вот склейки резки. Блин, какой он неприятный. Ведущий пытается на себя, может быть, мне такие же, мне неприятно, потому что у меня такие же, наверное, были бы моменты, если бы я вел какое-то интервью, на себя перетянуть одеяло. Хотя его задача, наверное, в рамках интервью опросить Алексея Германа о том, что происходит, как происходит. И не пытаться ему запихнуть свои интерпретации его фильма. Это надо... Если вдруг у меня когда-нибудь на канале будут какие-то интервью, надо это все намотать на ус. На ус свой. Вот. Чтобы так не делать, потому что реально очень плохо смотрят со стороны. Когда у вас переход из какой-то очень мрачной сцены, батальной, сразу в какое-то спокойствие, в день, который прям слепит, когда ты сидишь в кинотеатре. Они, в общем, рифмуются с вот этой идеей о том, что вы сказали про... Или о том, что я сказал, я уже не помню. Но смысл идет в том, что мы каждый раз все меньше и меньше времени проводим с этими героями. Что изначально на этом пляже мы задерживаемся надолго, мы понимаем, как устроен этот мир. Это долгая такая социальная цена. А потом мы понимаем, что все меньше и меньше и меньше каждый конкретный момент, когда можно в спокойствии провести, что воздух – это вот это пространство между боями. Смотрите, я эмоциональное животное. Так. Я нерассудочный человек, как ни странно. Я не глупый, но я нерассудочный. Какое животное вы? Для вас это поэзия? Конечно, для меня, да. Пеня Костарта, здравствуйте. Что вы такого сказали Диктору Рыбину, что он так на вас скалится? Диктор Рыбин – это типа тот мальчик, который к Джастелье постоянно приходит, наверное. Так. Внимание! В Москве ожидается гроза завтра. Ливень, крупный град. Шквальный ветер с 20 метров в секунду. Будьте осторожны, господа. Для меня, и для нас это была такая пауза, когда мы вглядываемся в людей, многие из которых погибнут, многие из которых не доживут. Кто-то доживет в их разности. Когда мы замираем перед финалом фильма, когда мы переводим дыхание, когда есть какая-то... Потому что там условно некоторые сцены с точки зрения логики сценарной. Знаете, сейчас всем модно говорить арка, шмарка. Вот у меня есть арка, еще нет арки. Еще недавно, года три назад, у нас все про арки начали говорить. Я же Дикий в Питер приехал, мне все говорят, арка, не арка. Я думаю, что арка, не арка. Я как отвык от этого московского увлечения на некоторое время. Поэтому... Ну, это просто сленг, как бы, как любой сленг в рамках, опять же, кинематографии и прочего. Это система свой-чужой определения, что как. Для меня это другая история. Я, не я, мы, мы, там, я, Лена, там, пытались плести этот фильм. Вот. Так, типа, это тот мальчик? Я Пеннико Стратов так ничего не ответил. Как? Ладно, бог с ним. Эмоциональную, как бы, поэму, возросление. Это про путь войны, на самом деле. Про выгорание. На самом деле, ведь было много смогов. Еще про принятие, может быть, судьбы, которой ты сам не готов. Убийств. Бородатый. Короче, если он до сих пор на меня злится, то это очень странно. Если до сих пор у него какие-то рессентименты, наверное, все-таки это можно назвать, ко мне. А так, там, вроде бы, ничего такого ужасного не было. Я просто защищал позицию, тоже радикализирую. На самом деле, мне не так важно, что смотреть фильмы лучше без дубляжа. И дубляж портит фильмы. И зачастую дубляж слишком выходит на передний план. И оригинал, он, как бы, звуковая сцена лучше ощущается. То есть, предупреждая, все ощущение, что звуковая сцена теряется. Потому что зачастую вот так вот дикторы читают текст, прям микрофон. И ты это чувствуешь, когда слушаешь. Я не знаю, мне нравится более такое оттальненное восприятие. В оригинале оно в большей степени, кажется, существует. И тебе как будто в ухо не орут. Вот и все. И тогда я был немного выпивший под шофе. И, может быть, это как-то было более экспрессивно. И, наверное, за это он на меня обиделся. Наверное, за это. Хотя, я не знаю, смысл обижаться на людей. И как-то, я помню, я заходил Джастелье просто на стрим, и он мне прям матом начал кричать на ник в чате. В общем, я не очень понял саму вот этот негатив. И мы же все специально защищаем точки зрения, которые, как бы, отличаются. Как бы, то есть, там, Джастелье специально говорит, что ему не нравится старое кино. Я, как бы, его за это ругаю. Это, как бы, такой вымышленный конфликт для подкастинга, для того, чтобы существовала некоторая риторика. Но если, как бы, кто-то меня не любит, то что я могу сделать? Да, я помню, что мы тогда смотрели. Кстати, вроде бы, даже неплохой полу-вестерн был. А Хэнкок ужасный фильм, отвратительный. Вот. Причины мне неизвестны. Причины. Вот он не на меня обижается, а на себя обижается. На самом деле, вот и все. Как говорится, обиженных в жопу ебут. После войны улетчиков. По какой причине? Потому что, допустим, летчик... Потому что летчик-истребитель — это человек с очень реактивной психикой. И это адреналин, 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 адреналин. Когда ты выходишь, ты где оказываешься? Ты оказываешься в медленном, в общем, никчемном, бесцельном мире. В том числе. То есть, стремление к этому состоянию в шаге от смерти постоянно? Я не знаю. Стремление, нестремление, возможность, невозможность. Желание оказаться. Да, ну, вы же понимаете, что вы понимали. У нас очень много темных пятен в истории. Это относится к потерям, к соотношению потерь, к качеству техники. Очень много. У нас фильм, как бы нас не ругали, не писали доносы во все компетентные органы, часть зрителей, у нас фильм во многом смягченный. Потому что на советских самолетах в первом периоде войны радиостанции стояли не умно. Были очень, ну, не очень, были редки. И когда тройкой летели, весь мир летал двойками, ведомо ведущие, у нас тройками летали. И радиостанции не было, тут ты должен был крыльями как-то показывать. И так далее. Представьте, у немцев, естественно, были радиостанции. И на танках, и на самолетах. У нас на танках тоже не было радиостанции. Представьте, какие были потери. До сих пор не знаем. Один к шести, один к семи. Один к восьми. Кто-то говорит, нет, это все вранье. Один к двум, один к трех. Я думал, что, конечно, больше. Представляете, какое это напряжение? Когда потери, потери, потери. Очень хорошо в фильме «Бартистское небо» показано. Не знаю, к чему это еще говорить. Не забыл. Тоже, к сожалению. Ну, да, очень странно. Я перед операцией с фильмом... Я помню, в Роффе он написал у него в чате, что Джин Кейн шедевр. У Джаста Ли сгорела жопой. И он на следующий день запилил реакт на этот фильм на бусте. Было смешно. Ну, как бы, вот это для этого и делается. Для того, чтобы какой-то контент создавать. Вот. Ты, как бы, ультра... Ну, популяризируешь свое мнение. То есть, его оттягиваешь в такую крайность. И это создает, собственно, реакт. Это есть реакция. А реакция, она интересна, когда есть эмоции. И вот. То есть, я тоже не так уж, как бы, там, плохо к чему-то отношусь. Но я немного иногда утрирую свою точку зрения для того, чтобы вам было, может быть, веселее и интереснее. И считаю, что это нормально. Вот. А негатива... Ну, в действительности транслировать какой-то негатив, я считаю, это фигово. Не надо это делать. Не помню. Не знаю. Но я вспомнил другую вещь. Но, мне кажется, в этом тоже есть какая-то особая поэтика, что каждый бой здесь, да, каждый вылет... Это же тоже так очень... Это очень стерильное пространство. Небо это очень чисто. Ну, послушайте, у нас все, ну, чисто, не чисто. Ну, слушайте, вот... Ну, мы действительно заморачивались. Хочу совместить, что Старли из Тан-Танга у них горит жопа друг от друга. Мы действительно заморачивались. Ну, много где заморачивались. У нас тут же в Сталинграде те же там самые танки едут. У нас же уникальные довольно... На самом деле, если бы была бы совместка с Тан-Тангой, например, у меня, я думаю, это был бы хороший контент. И нам, может быть, было бы много о чем поговорить вместе на интересные темы, но ее не будет. Поэтому, в общем-то, можно тоже на него гнать эмоционально, создавая контент. У нас КВ ездит, у нас там БТ ездит и так далее. Мы заморачивались с техникой, мы заморачивались с мощностью двигателя, мы заморачивались с прозрачностью плексиглаза на кабине, потому что он до 43-го года недостаточно прозрачен. Это, кстати, интересно... Блин, мне кажется, надо они вырубать. Кстати, классно там сделано. Там снимали на... Не знаю, как сейчас они называются. Короче, диалет-панели в павильоне с задниками, которые выводятся на большие экраны. И то, что вот это искажение через этот плексиглаз, который в кабине использовался, то есть как вот этот вот фонарь он называется, искажает задний фон очень круто. Мне кажется, никакая зеленка бы такого эффекта не дала. Это, конечно, было офигенно. И там сцены баталии воздушные смотрятся очень круто, очень классно. Из кабины снятые. Почти как у Тома Круза. Далее Лена. Специально... Мы делали специальную прядь. Пряжу, извините. Пряжу. Из нее ткань. У Сатантанга в субботу будет реакт на последний ролик ЧБУ. Фига ж себе, Сатантанга делает реакты. Так он же скучный, последний ролик ЧБУ. Там просто перечисление всех отсылок, вещей, которые присутствуют в Матрице, если это про этот ролик. И, честно говоря, я еле скажу что-то в тот день, что заказали. Я его до конца не досматривал, потому что это было ну очень скучно. То есть это не ролик, а какое-то бескречное перечисление еще на два часа, и это в ладони тоже повторяется. В общем, непонятно, что там делать. Так я пойду себе кофейку плесну. Нитки, и потом по технологии восстанавливали все комбинезоны. Потому что они когда-то были, а потом их это самое, все свистнули где-то в 90-х годах. Поэтому там слин фильм. Мы очень сильно заморачивались. Мы очень сильно заморачивались по ТТХ самолетов и так далее. То есть там понятно, что условно, яки первых модификаций хуже разгонялись, чем Месси Шмидт и так далее. Поразительно, как у вас сочетается вот это стремление с одной стороны абсолютно поэтическому фильму по форме, к неприемлемости арок. Что мне, в общем, свойственно. Я согласен, что фильм не должен быть последовательным. И вообще никто не должен быть последовательным. Я тоже согласен. А эти проблемы, знаете... Таки победим. Ребята, не будьте последовательными. Делайте, что хотите. Просто анархия. Мы очень, особенно в России, мы очень провинциальные. Вот мы все время... На всякий случай промолчу. Ну, я имею в виду в кино, на мой взгляд. Да, и с этими согласны. Да. Мы все время вот развиваются, кинематограф, ищут какой-то новый киноязык. Младший не очень. Кристина Лайтферри. Приветствую вас, Ратас. Спасибо, что заглянули на стрим. Модернизм, постмодернизм, постпостмодернизм и так далее. Проходит 10 лет, это все уже погибает, отцветает. И тут мы говорим... Красиво. Ну, я хорошо к нему отношусь. Я, опять же, считаю, что просто он еще лучше в своем фильме снял, и у него все еще впереди. Мне нравится хоть, что хоть кто-то развивает какую-то киноэстетику, киноязык, который, в общем-то, Герман старший внес. Я считаю, это очень важный вклад, который еще не осознан, не прорефлексирован, не принят в рамках, в целом, киноязыка, кинополя, который существует. Вот, и думаю, что все еще впереди и все еще получится. Ну, что-то в его фильмах есть. Воздух конкретно, он не очень ровный, тоже имеет некоторые свои проблематику, некоторые свои проблемы, но в целом уже куда-то все это выруливает в что-то внятное. Вот, и его «Любовь к деталям» тоже очень похожа на «Любовь к деталям» Алексея Германа старшего, который тоже через какие-то там элементы эпохи передавал ощущения пространства людей. Да, это его «Довлатов», «Довлатов» тоже, там есть хорошие моменты в «Довлатове», но он мне не очень нравится. У него есть «Довлатов», у него есть «Под электрическими облаками» дело из недавнего, и последний «Воздух» он вышел. И вот мы теперь тоже этим займемся. Поэтому мне кажется, что вот эти арки, не арки, не арки, это на самом деле все тоже будет меняться и тоже будет... Короче, у Германа-младшего сгорело от сценарного новояза, который появился в «Людях», и особенно в киноаналитиках разных, вот это вот арки и прочее, такой слен, который обычно там каналы про кино используют. Рекомендую глянуть «Воздух», он есть на «Кинопоиске», в целом лежал, в основном случае там доступный, его можно посмотреть там, хороший фильм. Он с приятной, приятно сделанной, с приятной картинкой очень такой грустненький, эмоциональный по-своему, но не является вот это вот какой... с какими-то явными арками, он такой скорее вайбовый. Я больше, как раз, люблю вайбовые фильмы. Будут, так сказать, ломаться, потому что мне кажется, что, с одной стороны, человек глупеет, очень интересно, что в 20-м, 20-м, 21-м веке IQ снижается у людей. На самом деле. Мне кажется, у меня оно прямо в реальном фильме снижается, честно говоря, да? Это так и есть. Пошли вбросы. А еще бы IQ что-то определяло, вообще как-то... Просто IQ в целом ничего не значит IQ, это значит, как вы хорошо решаете тесты по IQ. В жизни, вероятно, решение таких тестов вам не очень пригодится, поэтому непонятно, за что и для чего этот показатель, что он определяет вообще, почему это важно. Он снижается, повышается, но пускай. В принципе, невысок. Может, председали довольно много баллов, как говорили. Да, но неважно, короче говоря, но тем не менее... Потому что у меня всегда был какой-то... Вот я проходил в школе тест IQ, у меня какой-то балл, типа я вот этот менса-левел, все дела. Но я бы не сказал бы, что как-то я какой-то необычный человек, то есть у меня там способности все какие-то были, мне это никак, короче, в жизни не помогло. Тем не менее, все-таки мы стремимся к какой-то нелинейности, и мне кажется, что будущее оно... и будущее искусство, оно менее линейное. Мне тоже кажется, что не надо упрощать в этом. Вот, да, да, да. Окей, все, я что-то когда-то меня не туда поднесло, да? Мне хочется спросить про некоторые... не то чтобы реплики, но способ донесения информации в ряде сцен у вас есть в целом такая предрасположенность к театральности местами. Иногда герои говорят таким образом, как вряд ли стали бы говорить в этом моменте, они резко становятся намного наивнее, чем были в предыдущей сцене. Я приведу пример. Есть герой Сергея Безрукова, что, кстати, для меня было откровением. Мне очень понравилось, как Сергей Безруков выглядит в этом фильме, хотя я не люблю, как играет Сергей Безруков всегда, но здесь он... Особенно Сергей Безруков отвратительно смотрится в бригаде просто. Насколько это мискас, насколько вообще этот сериал потерял многое, на что рассчитывал, куда стремился из-за того, что он главный герой Сергей Безруков. Он не как бы... у него нет вот этой вот сопрановской... возьму это слово арки, вот, по изменению. То есть он одинаковый абсолютно на всем сериале. Как-то он и как играет, не меняется. В общем, нет вот грехопадения. Катабасиса, спусковат, который бы хотел бы там увидеть. Ужасно. Лучше бы Панина взяли. Лучше бы взяли Гальцева. Очень уместно. Ну, вот смотрите, мы будем закапывать друг друга, а потом посмотрим, у кого лучше получится. И что меня поразит в некоторой степени. До определенного момента. Мы знаем, что он жесткий человек, что он очень цинично относится к тому, что вот сейчас девочки полетят, их убьют, именных он не запомнит. Но есть сцена, в которой он говорит... Вот у меня уже ничего совсем, сердце не... Какого именно? А, Баширова, Баширов. Баширов прекрасен. Ну, нет, конечно, Баширов вот это льдает. Но он как бы тоже, это тоже крайность. То есть нужно было такого человека, который вот может вот этот вот диапазон выдать. Диапазон от какого-то такого милого, наивного мальчика, вернувшегося с войны, который хочет поступать, до человека, который становится каким-то... какой-то мразью. Вот то, что без рукав мразью становится, я не верю. Я этого не вижу. Он как бы как был с этим вот таким бэби-фейсом, так с этим бэби-фейсом как будто бы и остался. И даже вот его вот такие дружки, которые они... И то больше меняются, и то им больше веришь. Там, конечно, Панин, который не родственник Панина, Панин тоже играет, который... Который, короче, хороший Панин. Вот. И он играет отличного злодея, и там есть изменения даже, несмотря на эту механическую руку. Вот все равно смотрится. Ок. Какая-то недруга, это уже ничего совершенно. И как будто бы герой Сергея Безрукова не должен говорить эти слова вот так вот прямо. Самое хреновое, что я ко всем этим смертям привыкать начал. Он хорош. Ничего не чувствую тут вообще. Ну, потому что, ну, слишком... Почему он это говорит? Да ни хера, ну, ни хера, ну, ни хера, ни хера. Отличная аргументация. Потому что он говорит своему товарищу, значит, который, назовем, по условному начальнику штаба, он вообще вообще ничего не испытывал. Это про выгорание. От них приходят, другие уходят. Я даже именно их не помню. Это неправильно, да? Товарищ командир полка, сказывается усталость личного состава. Люди не спят почти. Ну, да, но он говорит. Это тот самый, не командир полка. Это по воспитательной части. Это каким-то не тем языком. А каким он должен сказать? Мне похеру, что шесть человек погибло, а я только... Нет, он удивляет себе. Это нормально. А что говорить-то вообще об этом? Ну, как будто и так понятно. Нет. Много моментов, где и так понятно. Не так непонятно? Не надо примитивно относиться к разным категориям людей, и категориям граждан нашей страны и вообще всего мира. Нет, я ничего не разжевывал. Как бы есть довольно мудрые, тонкие, рефлексирующие офицеры. Это не... Есть разные. Армия, она разная. Нет, к этому претензивы. Да, но и они есть. Как вы меня ловко подвели-то под дискредитацию армии. Я ни в коем случае не имел ничего такого в виду. Все хорошо. Нет, нет, вообще не подводили. Армянское соглашение. Там было нарушено, Алексей. Не мною. Ну, давайте. Не-не-не-не. Я даже не подумал. Хорошо. Не-не-не. Можешь вырезать, если хотите. Я абсолютно не хотел. Я хочу, чему я говорю-то? К тому, что мне это не кажется. Так, о чем они там договорились за кадром? Небось русофобы, а? Сидят. Россию критикуют. Своего не поддерживают. Вот мрази, а? Ну, как так можно? Россия их кормит. Поет. Знаю людей, которые по-разному и сложно говорят. То есть, когда там в фильме говорят по слову «Родина», да? И все пеняют. А он сказал слово «Родина». Слово «Родина» никто не говорил. Ну, конечно, говорили. Оно плакатное. Да, плакатное. Но другого очень часто не было. Не могли сказать «это страна». Не могли сказать «а в Союзе». Не могли сказать «не могли». Потому что они это слово встречали постоянно в газетах, в стихах, на радио. В агитационных речах и так далее. То есть, для меня, вот, просто я пытаюсь пояснить. Я сейчас действительно в этом упрекаю. Это некая плакатность и речи. Я не чувствую эту плакатность. Вот вы не чувствуете плакатность. Я не чувствую плакатность. Вот я считаю, что он говорит... Ну, кстати говоря, вполне себе вещь-то могла быть и плакатной. То есть, на то, как бы так наше восприятие работает, мы вообще своими словами не говорим. И зачастую мыслим тоже какими-то штампами. В том числе и рекламными штампами, и какими-то вещами из сериалов. И вообще непонятно, где мы начинаемся и заканчиваемся в этом плане. Потому что мы... Ну, не сказать, что все очень оригинальные. Кто считает себя оригинальным, пусть первый кинет в меня камень. Что вот прям вот только от себя говорит. Только свои слова не использует, так сказать, в речи какие-то влияния сериалов, книжек и прочего. Прочего фильмов. Всего этого вот тут вопрос. Поэтому вполне себе люди, которые попадают под военную агитацию, да, что военная агитация нужна. То есть, чтобы идти умирать, надо иметь вескую причину для этого. И, собственно, военная агитация, она для этого и служит. Вот, чтобы тебе объяснили, ибо ты там не был, ибо у тебя IQ не было бы. За что ты вообще сейчас идешь умирать и что ты идешь делать? Вот. И, соответственно, ты вполне себе можешь эти тексты, эти вещи перенять, себя включить, и они становятся тобой. То есть, размывается твоя личность там. Ну, что он говорит? Что, слушай, я ничего не чувствую. Ничего не чувствую. Это неправильно, да? Я ничего не чувствую. Ну, я бы так же тоже, наверное, сказал, что я ничего не чувствую. Это же неправильно, да? Я так говорю, когда, знаете, там, снимаешь картину, и сначала ты как-то переживаешь, когда людей приходится увольнять. Потом ты не переживаешь. Потом тебя вообще все равно часто бывает. Это нехорошо ведь. Нехорошо, да? Нехорошо. А вдруг, ты же должен это делать? Должен. Поэтому херов, знаете, не знаю. Работа такая тяжелая. Не знаю. Да, ну, ведь тут себя же не изнасилуешь. Вы вспоминали про Ленинград в контексте, не помню, чего, до Владова, по-моему. Сцены в Ленинграде в воздухе, как мне показалось, тоже наделены каким-то особым смыслом. Я поясню. Там есть сцены в Эрмитаже, где вы прям зумитесь на нескольких картинках. Что это за картина, я, к сожалению, не запомню. Что это за картина? Есть ли у вас ответ? Или они были случайным образом туда добавлены? Я просто не верю в то, что тщательно собирающий свои фильмы человек вроде вас поставит туда случайные картины. Если вы скажете, что это за картина, я вам не поверю. Значит, я вам могу сказать. Во-первых, я не помню, что это за картина. Я вам расскажу, как я с ней снимал. Значит, мы... Нет, ну, знаменитые, прекрасные картины. Согласен помнить. Я не помню, потому что я выпивала. Ну, поэтому ладно. Я не идиот. Не надо вот тоже. Но мы приехали, начали разводить эту сцену. Мы не смогли снять ни в Эрмитаже, ни в каких дворцах в Питере. А где снято? Это в таком полузаброшенном особняке снято. Понятно. Потому что мы хотели немножко замусорить пол и так далее. Нас, естественно, не пустили. Ну, да. Хотя мы бы убрали. Но дело не в этом. И я в какой-то момент, помню, сидел, 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 а у нас были какие-то там картины, которые должны были складировать и вывозить. Которых не должно было быть видно. Но ребята из коллекции, которые у нас были в загашнике. Ну, не копия как. Репродукция. Репродукция. И в какой-то момент, я уже не помню, как была написана сцена, она была написана не так вообще. И в какой-то момент мы решили их показать. И поскольку это были репродукции, мы сверху начали их перерисовывать, поскольку она копирует не очень хорошо. И у нас ребята-художники начали их переделывать в панике. Вот. Потому что стало понятно вдруг, абсолютно неожиданно, что надо совместить незавершенное полотно и живое человеческое лицо. Какой в этом был интеллектуальный смысл, я не знаю до сих пор. Его для меня не было. Но нам показалось, что это даст большую парадоксальность и энергетику, и даст что-то надвременное, и уберет ту плакатность сцены, которая была написана. А вы сейчас упомянули, что фильм, ну не фильм, а отдельные сцены переписывались, а вообще в процессе много разменялся сценарий. Насколько это другой фильм относительно того, что вы собирались снимать? Кардинально. А что поменялось, кроме того, что это должны были быть сначала танки и что-то другое? Нет, не танки должны быть. Окей, это все поменялось. Например? Но фильм должен был быть летний частично. У одного из продюсеров были сложности с нахождением и финансированием. Соответственно, съемки сдвинулись. Потом мы перешли, что фильм был белый зимний. И начали готовиться к съемкам зимой. Начали готовиться к дороге жизни. Строить пункты обогрева и так далее. Готовить на складах и в мастерских. Потом зима, по-моему... Когда ковид начался? 20-й год? В конце 19-го начался. Ну, вот зима. 19-й, 20-й год. Снег в Питере не выпал вообще. Да, я помню. То есть, соответственно, зимняя картина тоже погибла. Мы должны были снимать настоящий самолет. Мы их нашли. В России нету на крыле ни Яков, ни Мессишмиттов. Нет ничего. Мы их нашли в Чехии. Договорились. Из-за ковида и всех последующих событий. Это тоже накрылось. То есть, нам пришлось вообще полностью передумать технологию. Потому что весь метр, все было написано под то, что у нас в основном будут настоящие самолеты. То есть, мы их перекрашиваем, то есть, пленку наклеиваем, перекрашиваем, меняем номера, меняем это самое и просто проснимаем. А потом выяснялось, что мы не можем это делать. И так очень много. Да, конечно, это вот, мне кажется, любой фильм. Это борьба с обстоятельствами, борьба с кучей препятствий, которые внезапно возникают. Ну, они в любом случае всегда будут возникать. Такое сопротивление судьбы, сопротивление пространства твоему замыслу. Ну, круто, что, несмотря на все, все-таки решения были найдены. Как-то все сделали. И картинка там с полетами хорошая, очень хорошо смотрится. Почему девушка справа разговаривает с мужским голосом? Потому что это мужчина. Но если у вас встал рыба экстраваганда на него, то у меня плохие новости. Ну, возможно, хорошие, кто знает. Рад вас видеть, приветствую вас. Особенно у Коппола. Так, в сценарии было написано очень много объектов. Коппола, конечно, ну, там тоже были свои обстоятельства. Особенно под этим самым для съемок. Как его, господи, название фильма. Ну, у него там проблемы с финансированием последних фильмов. Вообще у него странные фильмы. Апокалипсис сейчас, да, там интересная история. И там тоже все было против него. Но он все-таки как бы сжал попку и смонтировал нормальный фильм. Что касается... Что касается последнего фильма, да. Ну, у него какие-то проблемы с финансированием. Последние у него фильмы были какие-то совсем мелкие. Это странно, вроде бы. Имя-то у него большое. Какие-то успехи были. Ну, посмотрим, что получится. Очень хочется посмотреть. Как только пустыни нашей в действительности. Это про объекты, а про историю. История сильно отличается от того, что должно было быть? Или идея того, как это начинается? Она, нет, идея, нет, нет. Ну, я оставил живых все-таки одну героиню. Машу, которая возвращается. Да, да. Разве Космополис? Космополис — это другой фильм. Сейчас я нагуглю. Последний фильм. Мегаполис, не Космополис, а Мегаполис. То есть, Космополис — это фильм, в котором Роберту Паттисону щупают простату в лимузине. Можно посмотреть один раз. Режиссер Кроненберг. Да. Там, правда, то, что это все на зеленке снималось, смотрится не очень. То есть, там проблема именно в том, что графика подустарела. И в стеклах автомобилей город смотрится не очень. Есть клевый выпуск Минаева, но, скорее всего, вы его уже смотрели. Хотя, можете заказать его у Рэба. Можете задонатить на клевый выпуск Минаева. Вот. Мы так пока план такой, что мы смотрим вот это вот интервью, досматриваем до конца, и потом проводим на аукцион, потому что сегодня по расписанию стримов не должно было быть. И я думал, что люди придут, вроде бы контент интересный, а люди не пришли. И никто ничего не пишет. Вот. Ну так, мы устроим аукцион, как только посмотрим это видео. Может быть, кто-нибудь там закинь какой-нибудь фильмец, фильмец посмотрим. А почему она возвращается? Ну, а почему она не должна вернуться? До этого я всех убил. Вот. А потом я подумал, что все-таки надо одно остальное. А почему именно Маша? Что тоже все равно? Только, скажи, ты не пришел. Мало людей, мало. Вот. Уже как бы интервью заканчивается, а Германа все нет. Точнее, Герман есть, а людей нет. Правда. Что такое? Ну ладно. А почему не Маша? Не, Маша нормально. Маша меня устраивает полностью. Мне кажется, что вообще отлично. Понимаете, вот у нас с вами два, две разных восприятия Мила. Вы все время ищите логическое, логическое. Но смотрите, как мне понравилось. Вот это вот, кстати, главное, важное замечание, что есть типа вайбовые фильмы, и «Воздух Германа» фильм все-таки больше вайбовый. То есть его надо не через разум пропускать, а через сердце, как бы это пошло не звучало, но через какие-то свои вот эти визуальные вибрисы именно. Есть такие фильмы, где ты просто растворяешься, и как бы сама атмосфера важна. Мы недавно пересматривали еще раз «Нирвану», и «Нирвана» настолько кайфовая в рамках киберпанк-эстетики, какого-то такого сеттинга, несмотря на то, что, может быть, там она не так сделана, как, например, «Джонни Мнемони», который мы тоже пересмотрели в последнее время. Мы изучаем тему киберпанка очень активно на стриме. Я думаю, это, пригородный, это Герман Дэмэйн Месседжер. Здравствуйте. Но, тем не менее, вот именно вайб какой-то, именно какое-то общее ощущение, общая тональность, и тебе как-то по-другому на душе становится. А там есть мораль? Где именно мораль? Благодаря этому. Уже хожу. Маше, потому что органично было, чтобы она осталась, потому что она осталась в живых. Она самая рассудочная, самая такая, самая хладноватая, самая на самом... Не, ну какие-то там темы, там нету только четкой выверенной морали. Вот, может быть, одна мораль, что надо за Родину, если что, воевать. Потому что мы есть, это наша Родина, без нее нас не будет. Вот, наверное, так и такое, но это так, не очень четко выражено. Будет ли Россия эпоха вроде нового Голливуда в США? Сейчас, скорее, обратно я вижу упор на блокбастерность, только Рома Михайла могу вспомнить из современных. Ну, Голливуд, новый Голливуд, это же, что вы подразумеваете? Это какая именно эпоха для вас? Это после раздела студии, это когда кризис в кинематографе появился, и бюджеты снизили, и продюсерское кино ослабло. То есть, это получается после 60-х, 70-е годы до этих самых челюстей и, соответственно, Советных войн. На самом деле, как ни странно, адаптивная, она выжила, потому что главная героиня, почему она гимит, это выгорание, это эмоциональное выгорание, на самом деле, во многом. Это, кстати, очень свойственно. Ну, конечно, нет, это и в последней сцене очень видно, когда именно что проговаривают. Ну, Рэба, тогда надо просто принять в себе свою гомосексуальность и как бы уже снасть переключиться на Паш, Вов, Юр и прочих, и будет у вас, может быть, счастье. Осуждаем пропаганду гомосексуализма, если что. Это шутка. Вот. Что я хочу сказать. Да, господа, следите, заказывайте свои видосики, заказывайте фильмы сериала, активируйте функцию, поддерживайте стрим-стримеры. Если у вас есть такое желание, буду благодарен. Она не хочет этого идти, она уже больше не может. Поэтому она буквально больше не хочет, что она заканчивается. Поэтому много очень менялось. Очень часто... С каким сном? Сцен вылетело в момент сценария. Были какие-то, которые хотелось оставить? Или они все по вашей воле вылетели? Ну, просто были какие-то сцены, которые, допустим, были сцены ночных боев. Я технически не понял, как их снимать. Просто ледяной водой должен был быть. Не смогли, нету вообще льда. Значит, ставим на берегу самолеты. Джек и Фон. Ну, в какой-то мере заложили ячейки, показали, что фильмы могут приносить деньги, просто надо к их продвижению и к взгляду на кинофильмы по-другому подойти. То есть они показали продюсерам, разумеется, хорошее кино возникает на отсутствие денег, плохое, когда все становится лишь машиной для выжимания денег. Можно глянуть, например, курс золота к доллару на графике до 70-х. Станет понятно, почему 70-х кинопродюсеров интересовало меньше, чем в другие годы. Там еще связано с законами. То есть произошел уже закон о разделении сетей кинотеатров и киностудий. То есть киностудии не могли владеть кинотеатрами. И еще появилось телевидение, и телевидение стало конкурировать достаточно активно с кинематографом. Это все высосало трафик с кинотеатров. И, соответственно, продюсерское влияние на фильмы уменьшилось. Фильмы уже в меньшей степени были как коммерческие проекты. И, соответственно, чуть-чуть разъезжали руки режиссерам. И, собственно, многие режиссеры, вдохновленные новой французской волной, внезапно начали делать фильмы. Появились, соответственно, Коппола. И появился тот же самый Лукас с своими граффити, американской граффити и прочее, прочее, прочее. Вы хотели сон рассказать. Никому мой сон не интересен. У Ауса, видите, все про него забыли. Начинается сезон штормов в феврале, чего не должно быть. Заливает тот пятачок, где мы поставили самолеты. Значит, мы что должны делать? Мы их должны передвигать, держать ночью, чтобы их не снесло. Равнять всеми строительные темы. Кино сделал Гриффит в том числе. Техникой, потому что просто надо... Ну, там понятно, что кино – это обоюдное совместное осеменение. То есть это много разных школ, много разных теорий, которые то там, то там зарождались. То есть какой-то там делает что-то там Гриффит. Это переходит, смотрит в Советском Союзе. В Советском Союзе своя кинотеория развивается. И все это, конечно, такое химерное, наверное, существо. Кинематограф – это такая химера из разных кинотеорий, которые в итоге сейчас слились в одно. Наносят песок. А это все довольно большие инфраструктурные траты. Ладно, короче, мне сегодня снилось. Это неинтересный сон, я больше интригу создал. Мне сегодня снилось, что со мной едет один зритель. Меня везет на машине, точнее, один зритель. И что-то его переклинило. И он очень захотел поехать на фронт. И мы с ним едем на фронт. Прям вот куда-то уже подъезжаем. Что там есть военные, уже слышны выстрелы. И он немного в шоке от того, что мы все-таки зато доехали. Что он что-то не верил, что война идет. Хотел проверить, посмотреть, как там идут дела. Что нам обманывают. Он как-то в шоке, не может остановиться. И мы все ближе и ближе. Приближаемся к каким-то военным действиям. Вот такой сегодня мне сон заснился. Я его до конца не увидел. Меня разбудили. Я что-то не... Тайные мечты силы. Кто это был? Ну, я знаю, кто это был. Я немногих зрителей знаю, как они выглядят. Но я знаю, кто это был. Но не скажу. Да, очень похоже на Civil War. Прям вот картинка очень схожая. Не знаю, почему сегодня мне он приснился. Я еще не слушаю комплиментов. Я сегодня с Барбарошопа. Где мои комплименты по поводу моего внешнего вида? Катастрофа, которая была на фильме, было сложнее просто балансировать бюджетно и не потерять шесть воздушных боев разных видах. Их шесть. Это много. Поэтому, конечно, баланс. А уже готовые сцены вы не выкидывали? Немного. Там было немного сцен. Ну, на самом деле, мы уже не укладывались в метраж. Да. Ставались максимально... Я бы тебя девушкой назвал. Это всегда как... Спасибо большое. Спасибо. Не выкидывать, потому что не хотелось сделать фильм более плоским. Конечно, очень неприятно в такую жару ходить. В Барбару. Я уже понял, что я оброс как баллонка. И вместо бороды и усов непонятно что. Зато приятная младенческая кожа после опасной бритвы. Когда тебя там распаривают. Ну, как же такое последнее удовольствие в жизни мужчины это пойти именно к Барбару, чтобы тебя распарили, побрили. Такой прям... Более очевидный... Спасибо, спасибо. И напросился на комплименты. Более, так сказать, прямым. Он же вот такой вот извилистый путь и довольно извилистый фильм. Нам в ряде сцен казалось, что очень как-то нарочито, очевидно. А Барбар, не знаю какой, я уже миллион лет по барам не ходил. Что-то я как-то стал меньше бухать. Я себя не узнаю. Последнее удовольствие запрещено правилам Твича. Местами присутствует переозвучка. Это что? Там, где как будто бы от того, что говорил герой, меняется несколько смысл сцены. Я, к сожалению, сейчас мне приведу конкретный пример, потому что забыл, где именно это так бросалось в глаза. Но где-то герои прям очевидно говорят что-то сильно отличающееся от того. То есть это не проблема того, что липсинка не попал. А проблема того, что там сказано изначально нечто другое. Ну, может быть, да. Немцы уходят, все хорошо, прием. У вас нет какой-нибудь версии фильма, которая изначально должна была быть, а потом надо было чуть поменять? У нас очень много чего было не слышно из-за штормов. А почему меняли саму фразу? Ну, потому что потом... Я понял, кого у меня ведущая напоминает из Кибиду. Вельма из Кибиду. Это же мужчина. Меняю. Так, так. Вы фильм Мастера Магарита видели, где Воланд говорит с попаданием кадров на 10. Это другое вопрос. Он вообще по-русски не говорит. Ну, он же по-русски не говорит. Ну, это ужасно смотрится. Кстати, хорошо парировал Герман. Вот как бы базу сказал. Типа, что вы тут вообще? Он расходится где-то. Мы переозвучили. И нормально вообще. Питерская школа. Что вы хотите? Я бы сейчас сказал. Типа, питерская школа. Идите нафиг. У Балабанова Панин голосом Гальцева говорит в жмурках. Что вы ко мне пристали? Мне так надо. Вот. Можно озвучить. Меня Довлатов тоже по-русски не говорил. Ну, кстати. Я отвернулся в прошлое, чтобы взять интервью у Германа. Там хорошо. Поэтому. Ну, что-то вкладывали. Что-то это самое. Ну, что-то лучше. А помнишь, что ли? О, кстати, я не знал, что Довлатов не говорит по-русски. Такое, кстати, хорошо. Тут Герман молодец, молодец. Где-то что-то уточняли. Где-то что-то актеры забывали. Вот. Ну, могли бы чуть-чуть. Там синхронность есть, но есть, наверное, нет. Просто у нас было ощущение, что в одной из сцен, по-моему, медсестру виновную, ну, формально виновную в том, что герой безрукого умирает, должны в этот момент повезти и расстрелять. Что как будто бы отдают приказ ее убить. И он переразбушен. Не было такого? Куда нам было знать, что у него сердце? Мы не знали. Мы правда не знали. Дурочку не валяй. Нет. А за что? Ну вот, понимаете, у нас же такое ощущение, что все время был, значит, все время, значит, в интернете часто пишут, убил лошадку. Что же, значит, его под трибунал за убийство лошадки, командира полка не отправили в штрафбат. Герман Старший никогда бы безрукого в свое кино не взял. Ну, то есть я не считаю Безрукова прям бездарным актером, что его нельзя брать. Здесь он, кстати, хорошо смотрится в этом фильме. И, наверное, тут он не такой несопливый у него образ. Вообще, действительно удачная роль Безрукова. И порядок. Ну, конечно, не должны были отправить. Представляете, что на фронте творилось. Ну, что она может сделать? Он сам уже немного, у него фактура поменялась самого Безрукова. Он же не такой мальчик, он такой, как бы, с морщинами. Нормально выглядит, то есть убедительно. С командиром полка что она может сделать? Никто не будет. Ну, послушайте, нет, конечно. Еще вспомнил один прекрасный образ. Смотрите, есть герой Антона Шагина. Забыл его имя, к сожалению. Может быть, и не знал, но неважно. Да. Ну, там же в чем прикол, что, конечно, у Герман необычно как-то имеется старший вообще Никулина в такой трагической роли Брау. Там же еще, забыл, как ее зовут-то. «Двадцать дней без войны». Гурченко там, там же еще Гурченко играет. И она там тоже, как бы, так не очень типично выглядит для себя. Вот. И это неплохо было, что он брал в актеров, как-то их вообще в необычном плу открывал. Думаю, актеров сами было классно. Потому что Миронов там тоже на себя не похож. Миронов, который там так истерично, трагично. Мой друг Иван Лапшин пытается там с собой покончить. Это, блин, офигенно. Рот какой-то девичьего, ведущего, рабочий. У него есть белая собака. На руках он ее носит. Постоянно. В конце отдает. Да. Больше ничего в фильме не делает. Не делает и не делает. И чего? Собакой приглядеть. Тише, тише. Тише. Ну, смотрите. Он отдает собаку. После этого начинается разговор о Боге. До этого о Боге эти героини не говорили. Им отдает белую собаку. Потому что по-английски собака это dog. А если обратно перевернуть, то это god. А? 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 Собака остается с ними до конца фильма. И что? Что такое белая собака? Это белая собака? Это белая собака. Чуть-чуть ясно. Белая собака? Это белая собака. Ну, придумайте что-нибудь еще. Хотя бы сейчас. Послушайте. Ну, вы же должны были мне сказать, что мне надо было подготовиться. Не, ну, можно было попробовать. Тут надо, понимаете, бить вас. Тут надо было бить вас цитатами. Конечно. Из каких-нибудь крупных философов. Вы говорите просто Библию. Каждый раз будет нормально. Евангелие. Какие у него какие-нибудь моменты? Евангелие, да. Допустим. Да, да. Читайте Евангелие, да. Красивое, по-моему, такое предисловие к фильму. Да, я знаю. Понимаете, в принципе, очевидно, что режиссер должен быть в интервью чуть умнее, чем он есть в жизни. Знаете, очень часто... Да, да, да. Очень часто, знаешь, очень часто смотришь режиссеров, и такие они мудрые. Такие они... Такие... Так у них сложный какой-то невероятный мыслительный аппарат. А в жизни встречаешь дундук-дундуком. Понимаете? Такой, я лучше буду делать дундук-дундуком. Я вчера смотрел мультики до ночи. Я же не был готов. Что за мультики смотри? Я же вам сказал, аниме. А, кстати, они, конечно, их связаны. Конечно. Но этому не подкармливаются. Я был негатив. Это просто белая собака, которая очень многих пережила. Как часто переживали собаки. Потому что потери, потери, потери. А почему они про Бога говорят? Потому что, как известная банальная фраза, но тем не менее, в окопах атеистов нет. И на самом деле героинь же приходит к Богу, приходит к вере. То есть церковь что-то значила в этом моменте все-таки? Ну, конечно, значила. Потому что собака не значила. Собака не значила. В синергетической парадигме с верой ее не было. Ну, вера, конечно, значит. Потому что вера, война, это очень связанные вещи. Это понятно. Да. Интервью Быкова и Удолина действительно смотрели. Это, конечно, очень смешно и кринжово. Как он там говорит. Я вот понимаю, что мне придется поехать, когда все закончится, и воспитывать новое поколение. Чтобы они не совершили снова этих ошибок. Чтобы поняли, как они облажались. Но я вот не хочу этого делать. Но все равно получается обманули. Все-таки церковь там зачем-то. Все-таки есть. Значит, зачем-то. А как не говорить о вере во время войны? С этим согласен. Как не говорить? Хорошо, если бы собака была черная. Мне кажется, что вы и говорите о вере. Вы даже не поняли, как вы высказались. Как хорошо получилось. Потому что это и есть такая история о вере. Это история совершенно вычленяемая из контекста войны. Это история действительно обо всем, о чем вы говорите. Но в то же время это история про то, как человек выполняет свой собственный религиозный долг какой-то. Который при этом он даже не понимает, что у него есть. Вот есть фильм. В нем есть какой-то набор моих мыслей. Не только моих, там, Ленки, мыслей, ощущений. Кто вообще этот Быков? Но у Быкова... Я не читал книги Быкова. Не знаком с ним как с литератором. Но, наверное, все слушали стихи, которые он писал. Потому что был такой проект. Поэт и гражданин. Гражданин-поэт. В исполнении как этого... Кто там у нас сбил человека? Забыл, как фамилию. Короче, это актер, который сбил человека. Которого посадили на пятерочку. Ефремова, да. Вот. Вот. И, собственно, это были стихи Быкова. А так он довольно неплохой лектор по литературе. Интересное у него какое-то ощущение литературы. В этом плане он достаточно интересный. И вовлекательно рассказывает про литературу. А почему его приветствую? Рад вас видеть. Я только сейчас увидел, как выглядит Алексей Германа. Это сын Алексея Германа. Алексей Герман младший. Алексей Герман старший. Уже, понятно, его нету. От времени, от человека. От справедливости. Не справедливости, а жесток. У него есть лекции по Гоголь. У него много хороших, короче, лекций. Я тут засирать людей не буду. Тем, чем сам восхищался когда-то. Я не буду перебываться. Я считаю, что он удачный лектор. Но, может быть, со стороны гражданской позиции. Ну, понятно, что евреи. Да. Короче, как школьный учитель действительно он ок. Я бы хотел, чтобы меня такой учитель так литературу преподавал. Потому что он интересно рассказывает. И тебе хочется действительно с текстом ознакомиться, когда он говорит. У него там есть и по Набокову, в том числе и по Валите. Достаточно удачная лекция. По Гоголю интересная идея. Кочти от нежестокости. В этом фильме есть самолеты, белые собаки, артист без руков, артистка Талызина. Трейлер. Ну, Свата Цуров тоже хорош. Свата Цуров – это база. Это база. И он мега крутые лекции читает по литературе. И тоже я совсем, чем можно было ознакомиться, ознакомился. Из его лекций даже слушал какие-то там записанные студентов в плохом качестве. Но все равно это интересно. И главное, у него, в отличие от Быкова, есть какая-то такая общая ретроспектива литературного влияния и всего происходящего. Свата Цуров читает лекции по иностранной литературе. А Быков просто по-русски читает в том числе. И поэтому они дополняют друг друга. Ну, у Зильбрана тоже есть молодая жена. Я вас удивлю. Поэтому... У Зильбрана тоже есть молодая жена. Поэтому мотивация у него для праведной борьбы минимальная. Я не слежу за джонами других людей. Это у вас какая-то мания следить за ними и их обсуждать, раба. Много что есть. Да-да-да, я знаю, что он куратор музея Набокова. Вот я не был, кстати, в нем. Надо будет как-нибудь, когда в Питер выберусь, побывать. Вот это, по большому счету, довольно сложное поэтическое произведение, к которому так и надо относиться. Интерпретация не нужна. А она может быть любая. Она может быть такая. Потому что любая интерпретация, возможно, welcome. Меньше всего я хотел... Бизон где-то присутствует, но тем не менее нарочито заставлять человека приходить к каким-то определенным выводам. Это фильм не про это. Это фильм про... Это такой фильм, посмотрите, выводы сделаны. Что он либо тебя попадает, ты ему сопереживаешь, соощущаешь, сочувствуешь героям, либо он тебя не попадает, ты это все ненавидишь, тебе скучно и надо скорее пойти поужинать. Вот про это. Первое. Второе. Это для меня, безусловно, вообще для меня война очень эмоциональная история. Потому что лично? Ну, не знаю, вот как-то так. Я очень эмоционально воспринимаю войну. Я очень эмоционально воспринимаю потери. Я очень эмоционально воспринимаю гибель. Для меня это важно. Поэтому это во многом для меня фильм об эмоциях. Безусловно, для меня это фильм об утрате... Я не знаю, насчет какой школы, где он там работал, мне неизвестно. Джеку Флун. И обретении, и снова об утрате человеческом. Безусловно, для меня это фильм внутренний, который... У меня, кстати, блин, все и так это знают. Зачем вы это пишете? Так, я что-то хочу сказать про войну. Для меня тоже война очень эмоциональная тема. Не знаю, почему. Но всегда, когда вижу какую-то военную хронику, очень грустно. И как-то так становится на душе. Хотя, может быть, в целом я не особо эмоциональный, эмоционирующий человек. Это отношение к Пушкину. Условно, во многом к маленьким трагедиям. В том числе. К примеру. О чем я думал. В моем случае это просто тебе живет. Ты думаешь, 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 думаешь. В моем случае, допустим, не менее чем Пушкин был бы важен для этого фильма о Куджаве. Или в окопах Сталинграда. В том числе. Или в Астафьев, писатель. В чем здесь беда? Это все во мне. Может быть, потому что не бывает атеистов в окопе. Живет. На войне. Кипит. И фотографии. И истории. И книжки. Потом осуществляется какая-то внутренняя переплавка, куда я себя историю пытаюсь поместить. Потому что я считаю, что война и победа – это результат абсолютно самопожертвенного подвига. Не, ну здесь просто как бы в чем вообще разговор, что этот парень, который берет интервью, он видит здесь какие-то библейские отсылки вечные, приход к Богу. И как будто бы Бог – это самое главное в фильме Германа. Мне кажется, там как раз он скорее воздух больше про то, что Бога нет, чем про то, что Бога есть. То есть он в большей степени такой какой-то про пустоту всего происходящего. И как будто пустота – это такая важная тема. Поэтому мне он в том числе понравился. Людей, которые в принципе… Михалков вот эту вот тему, типа Бога и войны, Бога на войне завел. И она стала такой уже немного в рамках его фильмов «Отоленое солнце 2», я имею в виду. Такой как бы каноничной, что вот спасибо Мина, вот это вот все. Что Бог помогает, с нами Бог, а вот Германа фильм «Воздух» не про это. В своей жизни очень в огромном количестве сложил в своей жизни. И для меня это… Поэтому, ну, что вы хотите, что как бы я не… Понимаете, у нас очень много, даже всего, философов. Да. Вот. И книжки читают, эти все модные названия, то есть… Но я не такой, но что сделать? Давайте закончим про «Воздух». Да. Среди фильмов, которые вы уже к этому моменту сняли, какой из собственных вам кажется наиболее удачным? Да никакой. Вообще не любит свои фильмы? Ну, нет, я их не пересматриваю. Ну, просто… Ну, по окончании работы. Какой оставил ощущение? Типа, да, классно. Вот сейчас было сказано, наверное, точно, тонко. Не знаю, какими словами вы о себе говорите. Знаете, когда заканчиваю фильмы, я во всех них уверен. Но уверенность немножко другая. Тот, который эмоционально важен лично. Если такой есть. Я не живу в прошлом. Я считаю, что это самая неправильная и самая ошибочная история для режиссера. А вы не живете ностальгией? Я не живу… Нет, ностальгией о прошлом я живу. И с возрастом все мы живем в ностальгии о прошлом. Но я стараюсь не ностальгировать о своих фильмах. Я считаю, что надо их забывать, идти дальше. И в меру возможностей пробовать… Анатолий, приветствую. Рад вас видеть. Спасибо, что заглянули на стрим. Разным другим кино. Потому что я смотрел на многих режиссеров, которые вспоминают свои прошлые фильмы, вспоминают, живут ими, находятся с ними в каком-то диалоге, переживают. Мне кажется, что это тянет вниз. Что-то зацикливает. И инсов – одно из имен иудейского бога. Бесконечность, пустота. Ну, наверное, мне такой бог нравится. Который про бесконечную пустоту. Потому что пустота холодна. Сейчас так и уже раз этого творится. Потом про это прочитаем. На самом себе тянет вниз. Ты стареешь вместе своими фильмами. Мне кажется, это неправильно. Мне кажется, надо идти просто. Как идти дальше? Если говорить о каких-то... Если шире поговорить, опять же, вернуться к стилю. Какие работы чьи-то, чужие, каких авторов этих работ, не обязательно только про кино мы говорим сейчас, важно выделить, говоря о том, как вы становились постепенно режиссером, стали режиссером. Данный фильм бой не отрицает бога. Не знаю, почему вы это пришли. Посмотрели, прочитали. Но я бы не сказал, что если взять этот фильм про Евронимуса, то, что он там мужественно выглядит, рабо. Слышали. Определяю. У Борхеса про это рассказывать. У вас вот Алексей Герман. Это что, если попытаться это в плейлист засунуть, в подборку фильмов каких-нибудь небольших и в книжках? Ну, послушайте. Меня же сложно вычленить из семейной всей истории. Почему? Потому что я же там, условно, маленький, посмотрел, когда там папа восстанавливал фильм «Проверка на дорогах» и так далее. Я его там посмотрел 15 раз, поскольку фильм был с родителями. С Рапшиным я посмотрел картину «Лапшин», когда родители над ней работали. До достижения, не знаю, условно, 10 лет я посмотрел 30 или 40 раз. Понимаете? Поэтому это определенная прошивка, которая во мне существует. То есть фильм «Отца» в первую очередь? Не в первую очередь. Просто это прошивка. Это то, на чем я рос. То, что вот так вот внедрено... Да хер его знает. Где-то да. Ну, круто, когда твои родители работают над фильмом «Иван Лапшин». Ну, и да, и нет. То есть здесь как бы все двояко. Знаете, наверное, ему очень неприятно. Это любому человеку было бы неприятно, когда бы тебя постоянно с отцом сравнивали и говорили, а вот у вашего отца и так далее и тому подобное. Потому что здесь ты свою какую-то энергичность теряешь? Это нет. Это больно. То есть лучше быть не Германом вторым, а просто Германом. Это похоже больше на такой сплав. Но если это упрощать действительно для того, что все люди состоят из каких-то стилей, переработанных ими, что у вас в этом больше... Если считать, что там есть вот это вот зерно Германа, там больше хуциевы какого-нибудь поверх. Причем эта легкость, она превращается в вашем исполнении, скорее вот в такую пустоту, в воздух. То есть это давящая пустота, это то, где было в 60-х легко, и такой налет свободы. И сейчас это дает такое ощущение ностальгической тяжести как раз. Мне кажется, что вы формулируетесь как-то примерно так. Я ничего не понял. Это хорошо или плохо? Ну, это прекрасно. А, значит... Какому неудобно, а? Я чувствую просто... Хилистический ориентир. Ну, или про то, что повлияет. Ну, послушайте, мне сложно... Мне сложно смотреть часто современное кино. Мне кажется, что раньше кино было лучше, возможно... А вот какое было лучше? Стас Тарперское. Да все. Ведущий как будто бы насмехается или пытается чем-то уличить Германа в течение диалога. Такая интонация недружелюбная. Ну, он пытается какие-то свои интерпретации выдасть как бы надежде, что, наверное, Герман, да-да, вот это вот вы, что-то подобное. И как будто ведущий, опять же, сильно хочет говорить про себя, а не про своего... Это он флиртует. А не своего гостя. И это, наверное, неправильный подход. На какой-нибудь? Ну, у вас же есть любимый фильм. Да любое. Чего вы пересматриваете? Послушайте, начиная от таких пыльных вчерашек, которых, как в Челине, в Феллине Бергман... В Челине? Не знаю, молодой Скорцезе. Как бы молодой... Ну, относительно молодой Коппола. Не знаю, там, Боб Фосс. Там, Куросава и так далее, так далее, так далее. Мне кажется, это было Ручкину, да, если мы идем от большого кино, да. И фильмы-комиксы тоже были лучше. Были лучше. В конце 90-х... В конце 90-х... Как членов. Это двухтысячник, они были лучше. Они были более свободны. И самостоятельны. Да, они были менее... Они были менее манерны, так сказать. Поскольку мы... Я считаю, что «Железный человек» реально хороший фильм. Начало Марвел было норм, потом куда-то все делось. Чувствую, в моменте умирания манеристской цивилизации, потому что идет что-то новое, да, не факт, что это новое будет настолько уютным, настолько комфортным, наоборот, наверное. Но тем не менее, как бы исторический цикл заканчивается. И вместе с историческим циклом будет исчерпано и кино этого исторического цикла. И только после испытаний, перерождения, нового понимания правды, нового понимания искренности, да, потому что искренности очень мало осталось в мире по многим причинам. Не только у нас, да. Вот. Везде. И тогда возникнет новый кинематограф. Поэтому мне часто довольно... Довольно... Хороший фильм, там, «Зеленая кинематографа». В одном из неснятых фильмов «Отче Дори Кочелине». Герой на героине. Три раза ходила. Помню, первый раз с родителями, второй раз с бабушкой, третя одна. Не перевариваю. Я тоже не перевариваю Марвел. Он, по-моему, ходил два раза. Один раз с другом, другой раз с подругой. Интереснее всего, как в итоге отреагировала бабушка. Ну, вот, да. Но он неплохой. Он неплохой, да. Нормальный. Да, но он как бы нормальный. Великий фильм. Я не смотрел «Зеленую книгу». Нет, не великий. Хороший, там, последний фильм «Джармуш», там, про вампировку. Нормальный. Ну, нормальный, да. Первый лучше. Да. Хороший фильм. Какого с любимым фильм «Джармуш»? Ну, первый, конечно. Ну, «Танецный поезд» и «Чернобелый». Первый, более странный, чем рапер. Мне очень нравится «Джернобелый». Там «Истернобелый» я не видел, а «Чернобелый». Не такой большой фанат «Джармуша». Я видел на «Русскендлес». Один раз ходил на «Дэдпул», пришлось умываться. Или «Вокейшн». Не ходил. Мы еще не ходили. «Индиану» ходили. Кстати, мне в свое время четвертая «Индиана» зашла. Не знаю, за что ее люди хейтят. Она очень крутой фильм, приключенческий. Может быть, лучше, чем «Текущая Индиана», которая недавно вышла. Хотя «Текущая» – нормально. Да. Хороший ли там условно новый «Курисмяки», от которого у нас часть кинетиков... Да, мы смотрели «Оповшая листья». Мне в целом «Курисмяки» нравится. Тоже смотрел у него даже несколько работ. Его привозили часто в Петрозаводск в рамках финских, норвежских, шведских кинофестивалей. То есть у нас часто был такой культурный объект в городе. И что-то из «Курисмяки» я видел. Мне нравится вот эта такая нордическая манера холодная каких-то таких взаимоотношений людей без чувств, которые не могут как-то физически выразить свои эмоции, интровертов. Ну, как, наверное, кем я являюсь во многом. На этом интересно смотреть. Какие, собственно, и Роя Андерсона фильмы. Испытывает как? Любимый режиссер моего батя. Типа «Курисмяки». Какие-то оргазматические, значит, пароксизмы. Я не могу смотреть это уже. Ну, не могу. Ну, это уже одно и то же. То есть вы хотите этого перелома? Я сначала подумал, что у вас такая позиция... Я хочу этого перелома, потому что это невозможно. Ну, потому... Потому что надоели старые формы и смыслы. Ну, конечно. Ну, конечно, это все. А есть представление, как новые будут выглядеть? Если мы... Каждая следующая часть «Индиана» все ближе к литературному оригиналу. Жорсант. Я не читал оригинал, из чего все это взято. Он даже финский начал учить. Блин, финский говорят сложно, там что-то много падежей. Принем всех в цивилизации, что абсолютно... Я учил финский в дошкольном возрасте, но потом меня заставили учить английский язык. Наверное, это было правильно. Но мне, помню, в дошкольном возрасте очень нравился финский. Сейчас разве что помню, что сика поросенок, вася котеленок, коэр это щенок и так далее и тому подобное. Абсолютно не факт. И физически. Физически не факт, кстати. Мы же это видели после Второй мировой войны, когда стали говорить сложнее, искреннее и так далее. Я думаю, что человек должен опять... Приятного вам хождения за коньяком. Сложнее начать. Мы становились проще в последние десятилетия, а теперь человек будет становиться сложнее. Да, господа, если никто ничего не закажет, то через 10 минут будет аукцион. Заказывайте фильмы, сериалы, анимации. Пока что это можно сделать по тарифу 50 рублей одна минута. Через 10 минут будет аукцион, уже в рамках аукциона и так далее, чтобы что посмотреть, если будут какие-то варианты от пользователей. Что еще? Ну и заказывайте видосики. И то, что мы видим, как падает интерес со Шпилбергом, который придумали индиану. Это очень не тесная симптоматика. И фильмы сами становятся хуже. Кого бы они не звали, какого бы модного авторского режиссера они не звали, чтобы снимать. Там креативного контроля нет достаточного, чтобы что-то сделать. Они не дают выйти за эти рамки. Не помню, что снимал Сэм Рэйми недавно. У него довольно характерная режиссерская стилистика все равно есть, но там она абсолютно не чувствуется. Там большие глиузские студии. Они все суд... Мы тоже смотрели. Это вообще какая-то скуква-то. Бешеная скуква-то. Суд, что они прослут деньги. Все понятно. Там начальник на начальнике. Все везде... А это может смениться? Вот это может прийти как раз к природе? Должен кризис случиться. То есть это случается, когда денег нет. Когда нет денег, когда ты пытаешься что-то снять вопреки, тогда вот главе автора и какой-то находчивости, потому что нет денег, надо как-то придумывать, исхитриться, сделать фильм, фильм, но за маленькие деньги. И вот тут вот проявляется художник. Эксперимент, что пора снова ломать жанр. Выхода нет. У них нету. У них нету. Ни у кого нету выхода. Это произойдет само собой. Сам человек будет меняться. Ну вот смотрите. Могли ли в 89-м году в Советском Союзе представить, что идеи марксизма-ленинизма будут настолько популярны в серьезных студенческих сообществах в Соединенных Штатах в 2023-м году? Мог ли кто-то это себе представить? Нет. Нет, не мог. То есть, какой-то новый такт цивилизационный начинается. Понимаете? И будет левый разворот. Он уже существует. Но он и сейчас будет. Понимаете? Вы ждете еще более левого разворота? Ну, конечно. Ну, послушайте. Куда еще левее? В современной реальности. Куда еще левее? Отдумайтесь. Там уже обочина. Сейчас все. С дороги вылетим. Цивилизационный. Будет тупик у нас эволюционный, если мы еще левее. Давайте немного правее смещаться. Ближе к центру, пожалуйста. Мы перешли грань, когда что-то было невозможно еще года 3-4 назад. Я об этом ничего даже в Фейсбуке писал. Все на меня шикали. Значит. Теперь возможно все. Все, что нам казалось безумным, невозможным. Это с чего после ковида? Я думаю, что это все скорее такая симптоматика. Я думаю, что глубинная проблема, что цивилизация в этой форме должна переродиться. Она себя исчерпала философски, идейно-политически. Мы же недооцениваем, понимаете? Мы недооцениваем, что как поколение, вот просто поколение людей меняют, вот допустим, довольно давно не было страшной войны. Ее не было. И выросло поколение, кто этой войны не боится очень много где. И мы всегда им... А это значит, что она... А вот и она. Возможно. Не ждали? Она, возможно, по новой. Поэтому, к сожалению, у нас цивилизация не двигается вперед. Цивилизация возвращается, на самом деле, в 19-й, 18-й, 17-й век. Интернет... Я тоже говорил об этом давным-давно. Застройщики на кредитные деньги, банки строят, что человеки? Это... Так что в плане выплатить кредит за квартиру, кредит за стройку? Только это понятно. Ну, там вопрос просто, что если покупать квартиры перестанут, перестанут, соответственно, все это крутится, перестанет. То есть, бизнес застройки, он большой мультипликатор имеет. Он очень много людей занимает, очень много рабочих мест создает, и очень много, как бы, в целом в экономике значит. И падение девелопмента, значит, как бы, развал экономики. Я же про это и говорю, что там не только, как бы, застройщики, там, как бы, банки, которые дадут кредиты, сотрудники, которые работают в этой банке. Эти же люди потом берут еще кредиты. Ну, короче, это все связано. Чуть глобальнее работает. У меня недвига в Калике, в Калике-Калининграде, теория удвоенного кредита на Кванаке. Цены в Москве никогда не упадут. Ну, так, может быть, не упадут, а вот упадут, никто не знает. Всякое бывает. Но если цены упадут, то, скорее всего, ипотечный бизнес будет рушиться. интернет не делает и не сделает человека свободней. И соцсети не сделают человека свободней. Это, наоборот, станет закрепощением человека. Это тоже было понятно. Все эти глупости, которые писал Фукуяма в этой идиотической книге, конец истории, это все осталось... Да ладно, ничего не будет, все будет хорошо, не беспокойтесь. Вряд ли кто-то нападет на Россию из-за того, что у нас слишком много ядерного вооружения. То есть ржектерство. Идеология стала идеологем, которых очень много, как с каждым месяцем, все больше и больше отрываются от реальности. Разговор со зрителем и разговор с читателем все становится все чаще безответно-формальным. Потому что, если ты начнешь в разных странах, по-настоящему говорить о том, что людей интересно, ты это не сможешь сделать. Потому что... Все привыкли к системе сингосигналов всяких просто. Никто не говорит искренне, как я думал. Я думаю, что следующее искусство это будет какая-то новая искренность бездерживающих форм, которые существуют. Что такое искренность-то вообще? Давайте начнем с этого. Очень много условностей. Дрехлеющие, дрехлеющие. Для того, чтобы быть искренними, надо хотя бы не врать сам себе, а мы очень любим жить в каких-то иллюзиях, постоянных обещаниях. Кто из вас не обещал себе, что с завтрашнего дня перестают пить? Дрехлеющий мир, дрехлеющая, лишенная сверхидей цивилизация рождает... Дрочить, что угодно. Рождает много бессмысленных идеологин. А вот сейчас вы, по-моему, сформулировали большую часть своих фильмов с точки зрения их идейного содержания, начиная от облаков. Нет. Вполне. Ну, облака были об этом. Облака были о том. Просто как-то переусложнился. Никто ни хера не понял. По-моему, там понятно. Ну, не знаю, может, вы поняли, что человек, но там это было, мне кажется, что такой конец целой эпохи. Вы говорили о следующем фильме, о том, что вы хотите какие-то новые форматы, формы пробовать. И, насколько я даже знаю, из-за того, что у нас переносился разговор, ну, или двигался в какой-то момент, и вы упоминали, что вы должны будете говорить о фильме с кем-то, который назревает. Я не поговорил еще, потому что я чуть болел. А что же такое? Ну, а что за фильм будет? Ну, не буду пока говорить, но не говорится. Это что по формату? Это уже не военный. Боёпик. Боёпик. А какой-то... Балабана снял, я тоже хочу, и умер, в чем неискренен. Ну, там, можно тоже рассудить, что это жалость самому себе, это тоже не самые лучшие черты. Ты советский? Ну, советский, ну, куда мне с такой хари, ну, куда я буду снимать по какому-нибудь иностранцу? У них ничего не понимали по иностранцу. Чем занимался этот человек? Музыкант? Не хочу говорить, не буду говорить. Дурная примета. Я много раз так рассказывал про какие-то идеи, и все это накрывалось медным тазом. У меня было много прекрасных идей, которые накрылись медным тазом. Начиная от проекта Тетрис, с которыми я ходил по всем продюсам, еще лет 15 назад, как дура, говорю, давайте с ними про Тетрис, давайте сняли фильм про Тетрис. Говнявый фильм с этим плохо сделанный, ужасный, и очень клюквенный, отвратительный. Ну, это, в принципе, один из моих любимых жанров. Все вот эти про бизнес и прочее. Вот, как это называется, офисная порно. Но мне больше нравится этот Блэкбарри, Кто убил Блэкбарри, вот отличный фильм, который в таком жанре вышел, как раз тоже в этом же году. Ты еще фильм Херова, естественно, сделали, но неважно, заканчиваю другими идеями, не хочу. Ну, допустим, а фильм про Набукова, который вы хотели снять? Я никогда не хотел снять фильм. Нет. Откуда вообще взяли? Не знаю, очень часто упоминается, что у вас была какая-то идея, даже в каком-то интервью отвечаете, что у вас была идея снять фильм по Набукову, по какой-то книге Набукова, но что-то не получилось. Про Набукову? Точно Набукову? Не про Набукову, по Набукову. По Набукову? У меня херовая дикция. Может быть, в интервью просто Набукова с кем-то перепутали? А была идея какой-нибудь литературной экранизации? Литературная экранизация про Набукова? Может быть, когда-то что-то было, возможно. Была какая-то, была какая-то идея, да. Но там тоже не сложилось почему-то. Что-то мне предлагали. Не пошло. Я говорю, давайте попробуем, не помню что. Слушайте, ну, идей же очень много, они... Я вообще не понимаю, когда говорят, что вот кризис, кризис идей, я не могу придумать идею. Иди полно. Ты вот можешь почистить, ну, мне так кажется, почистить гази... Перепутали Рабахов по Стабуковым. Через неделю найдешь несколько прекрасных, прекрасных идей. Поэтому... Давайте напоследок три лучших аниме-тайтла от Алексея Германова. Ну, наконец-то, наконец-то, то, для чего мы все сидели. Правильно, вот именно для этого момента. То стоит посмотреть обязательно каждому из нас. Ну, давайте только мы оговоримся, что мы не будем говорить обо всех этих модных, интеллектуальных. Я вообще не знаю, что... Я не смотрел аниме никогда. Я не смотрел аниме никогда. Ну, понимаешь, ты... Поумный. Я... А я... А я это самое. Вот этих сложных, интеллектуальных аниме, Миядзаки, вот это все. Миядзаки прекрасен, замечательный, я его не смотрю, но... Три. Но вы понимаете, что я смотрю подростковое аниме? Что, покемон? Когда мы идем? Так. Ну, прекрасное моем перерождении в слизь. Хорошо. Угу. Хорошо. Да. Не знаю, к сожалению, что это, но... Пункт один. Второй. Пункт один. Второй. Второй. Вот я вчера смотрел Повелитель. Хороший аниме? Нет, их много хороших. Не, на самом деле, пронзительные и сложные. Пусть сейчас... А, какой-то третий. Какой бы... Чтобы сделать там больно. Посмотреть, что вы хотите от аниме. Вы давайте что-нибудь пронзительное и сложное. Последнее. Пронзительное и сложное. Что же вспомнить-то? Какое, что мне понравилось. Мне на самом деле нравится мальчика-птица. Или как она называется? Который последний у... Да. Любитель. Мне нравится. Иси-кай. Я все-таки... Нанимаешься, как Герман там грубо переворачивает. Ну, не знаю, если ты вообще, что любил Герман в рамках такого. Гилдиплэджер, может быть, там еще что-то похожее. Я все-таки люблю... Я все-таки люблю... Я отдыхаю. Иногда надо... Мне кажется, наша проблема в том, что мы все время... Почему? С огромным количеством людей сейчас тяжело разговаривать, потому что все время в телефоне, все время в новостях, все время. И вот эта невероятная, невероятная внутренняя скрученность. Ты человек просто знаешь, я недавно подошел к одной подруге, просто знакомой, просто положил руку на плечах, подпрыгнул, как будто я ее проткнул иголкой. Поэтому мне кажется, что сейчас иногда надо чуть-чуть выдыхать. Давайте тогда что-нибудь, чтобы выдохнуть. Чтобы прям... Чтобы выдохнуть. Давайте так. Давайте так. Давайте. Мы анонсируем. А если вы являетесь закомплексованным, молодым, человеком или немолодым, и любите фэнтези... О, Господи, какой мерзкий. Он прямо на него пальцем показывает. ...человеком или немолодым, и любите фэнтези, вы должны посмотреть... Не помню название. В подземелье я пойду и красавицу доеду. Можно найти абсолютно бесплатно на пиратских ресурсах. Как и фильм «Воздух», но посмотрите его в кинотеатре. Нет, фильм «Воздух» не надо смотреть на пиратских ресурсах, он мутный. Мутный, а там Blu-ray. В качестве лучше смотреть в кинотеатрах. Спасибо большое, что пришли. Спасибо вам, что смотрели. Через две недели увидимся. Спасибо. Это было больно, особенно в конце.